Стрим работает, стрим работает, а и с. Так, а, да. Регулярный игрок, здравствуй. Сегодня вот у нас такой-то умный вечер с тобой будет. И вот сюда. Доброго вечера. Мистик, доброго вечера. Так, сейчас главное, чтобы я правильно звук настроил, потому что игра может быть немножко громкой. Привет тебе, дружище. Так, тихо. Игра громкая, ребят. Потому что я конкретно звук игры не проверял. Давайте, давайте, надо быстрее все начать, быстрее начать делать все дела. Всем привет, ребят, ребят. Привет, привет, ребят. Ну, вроде не громкая. Да, вроде нормально. Итак, я вас категорически приветствую на сегодняшнем стриме по Dead Space. Сегодня мы отправимся в ту самую великую игру, которая открыла заново жанр космо-хорроров. Ну, вообще прославил его, на самом деле. Не так уж много игр в данном жанре было. Но, тем не менее, давайте сегодня без лишних предисловий отправимся покорять этот самый космос. Так, кстати, это правда, что можно здесь крутить головой. Мертвый космос, прошу прощения. Будем мы игру проходить на нереальном уровне сложности. Я заранее говорю, проблем особых не будет, потому что экономика у игры сломана. По классике американских хорроров. Но, тем не менее, начнем мы на нем. Итак, давайте начинать. Мы сейчас еще на Келлионе, тем не менее, к Ишимуру мы доберемся. Но Келлин тоже имеет довольно важное значение для этого мира. Об этом чуть попозже. Но самое важное, это сообщение, которое нам отправила наша подруга, не жена, по-моему. Итак, давайте наслаждаться. Загрузки в игре на самом деле быстрые. Это что? Началось. Альф, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с Келли. Русская звучка выиграете Келли. Не могу поверить в то, что происходит с мной. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Хотите? Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе выгодный бизнес, мисс Деннингс. А эгидо-7, судя по отчету, просто золотая жила. Кобальт, кремний, лосмей. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Ишимура? Круто. USG, Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора. Мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG, Ишимура. Это аварийная бригада USG, Киллион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Ваши вы делали неспособность перевода по этот принцип. Мы его делали. Надо усилить мощность передачи. Я в курсе. Усильте сигнал. Еще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Хорошо. Что там? Никто не может поднять трубку? Можно это коротенечко просто немножко про дизайн рассказать? Это, конечно, уже довольно всем известная херня. Но! Дизайн Ишимура, вот эта внешняя оболочка его. Это, короче, если внимательно присмотреться, то это будто перевернутое животное, у которого спорта грудная клетка. Я не знаю, что это конкретно. Скорее всего, это какой-то защитный корпус. Вот эти вот ребристые образования. И если вот так внимательно присмотреться, то можно увидеть перевернутое мертвое животное, у которого спорта грудная клетка. Просто так, нафиг просто. А это что? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Это не у меня это описание. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Что за черт? Сэн стыковщик. Что с ним? Мы сбились с курса, мы врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро! Внутри маккитного поля? Дерехнулся! Оставить! Нет, я знаю, что делаю. Капрал, выполняйте приказ! Все целы? Я не смотрел, точнее, один ручку. О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуем мы отменить стыковку на этой скорости. Нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет! Потерян сигнал от двигателя Лео Ворк, рация авто пилота на крыльях. Да, один единственный и самый важный. Ладно, вдруг кто поможет на причальной палубе? Такого вопроса, блин. Стой, Айзик. Я синхронизирую Икс с системой корабля. Вот, короче, такая тема, что пока мы спускались на эту палубу, Малуку можно было посмотреть на лицо Айзика Кларка. Хорошо. Тогда выдвигаемся. Но на суемый дел. Не успел. Измени, озвучку. Это нормальная озвучка. Вы что? Одна из лучших озвучек в русском сегменте. Не более, что оригинальная, это не очень-то хорошо. Чего лучше отрицать? А тут русская. Русская, ребят, впервые русская озвучка, блин. На пиратки, вы что? Включение на культы дневности негодует, а, господи. Ай, почему? У меня кемпад включился. Фекундочку, чат. Знаете, какой раз проходит выпуск будет? Короче, вопрос на самом деле, я не знаю. Я эту игру периодически прохожу. Первые две игры прохожу периодически, потому что они мне очень нравятся. Вся русская озвучка, это колпакт? Нет. Неправда, это звучит. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Невероятно. В первой этой части проходит, наверное, по 20 каждый. Да, это правда. Спрашивали еще, я вот, вроде, увидел... Спрашивали, спрашивали, каким оружием я буду проходить игру. Я всегда похожу с одним набором. Резак и силовой резак. Я тут это, как я уже сказал, у игроки... Айзек, разбери с той дверной панелью. Я хотел сказать, что у игры есть проблемы с варварами. Я о них расскажу еще попозже. Но... Мне так проще просто проходить. Вышли потом ремейк стримить? Да. Да, да, да. Я ради этого, собственно, все и делаю. Я хочу показать вам, ребят, какая игра была. Потому что, когда я, ну, недавно прибегал ее, чтобы открыть манереальный уровень сложить, потому что он открывается не сразу. Я, когда прибегал, я обратил внимание, насколько игра хорошо сохранилась. Тут должен быть кто-то из охраны. Так и не скажет, что игра до 1008 года. А, только их нет. Вообще никому. Я не регистрирую таких переговоров. А так, ну, игра до сих пор будет просто потрясающая. Айзек, подключись к ней, может, что-то узнаем. Да, да, не вопрос, братан. Постарайся загустить лифт. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди, где есть питание. Нет. Часики спросили очень странный вопрос. Сает, я тут пару дней назад задавал вопрос. Можешь ли ты... Чистый, статистически самым популярным человеком в Серове? У нас еще, не забывай, есть депутаты. Которых люди слушают. Которых люди слушают. Зачем-то. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Сейчас начнется пизил. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Что-то не случилось. Да, да. Вентиляция заработала, уже хорошо. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замри. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Огонь! Всем огонь! Огонь! Вентиляция! 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 Давай! Есть! Айзек! Убирайся отсюда! Двери открыты! Айзек! Айзек! Беги! Айзек! Убирайся отсюда! Стоп! У меня какая-то странная фобия есть на то, что я однажды буду проходить через такие двери, и они закроются, и я все на руке оторву. Так, давайте сделаем чуть-чуть потише всю игру. Микрофон у меня и так, ребят, на максимум. А, нет, кстати, не на максимум. Ой. Просто если я чуть погромче сделаю, у меня шакалить начнет, ребят. Чтоб я не применил. Спасибо, Николь, мы обязательно с тобой будем едиными. Спасибо за 250 рублей, Николь. Спасибо. 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 Делыми или едиными, это как не маркеры, а обелиск, да? Все, я думаю, уже слышали про эту ошибку в переводе, про обелиск. Для не знающих я скажу это. Изначально в игре, конечно, был маркер, который называется на самом деле обелиском. Который наоборот называется... Короче. В игре присутствует некий обелиск, который называют себя обелиском, и люди, которым он здесь поклоняется, который юнитологист, юнитологист, правильно, создали и его... Не создали, точнее, сделали его копию, но... Короче. В английской версии обелиск называется маркер. 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 И по какой-то невидимой причине русской локализации перевели его как обелиск. Какой вариант правильный или неправильный? Дело такое, десятое, потому что вообще на самом деле он скорее даже не маркер, а что-то типа точки, то есть точки на месте. Не маркер, не пометка на карте, а именно точка. Место. Понимаете, о чем я... Это очень сложно перевести, поэтому обелиск в какой-то степени даже правильнее будет, но маркер, мы его будем называть маркером, но до него еще, разумеется, надо будет дойти. Сделать нас едиными, сделать нас едиными, как досудительно звучит, я знаю. Типа, ура, тебе нравится все, что все равно, вы ебались. Пока что я вообще не собираюсь никуда выезжать, еще хоть. Итак, мы наконец-то получаем первое свое оружие, которое на самом деле будет со мной всю игру. Итак, это классический, знаменитый, лучезарный, которого все узнают, плазменный резак, или плазмокатер. Который можно переворачивать зачем-то. И еще это, тут написано на стене, режь их конечности. И еще здесь есть офигительный топ-топ-топ-топток, смотрите. Я не знаю, я не считаю, что в каждой игре надо делать. Но как они конечно не отключиваются в итоге, но тем не менее, что что можно давить вот так в трубе, я думаю, что мне это нравится. И спасибо, спасибо, что такую классную анимацию сделали. Ну реально анимация просто волшебная. Добрый вечер, добрый вечер, ДКТ у нас. Так вот, о чем я хотел сказать, о том, что, ну ребят, куда я в тебя еду, господи? Я уже помру все равно, слабьтесь. То, что вы... А, мне еще не помнился. То, что вы поддерживаете меня, находясь там, а я здесь, делает меня с вами егип. Че-то я меня в голове лучше смещал. Давай,ди,ди,ди. Вот о чем я и говорю, у меня реально есть какая-то странная фобия, что однажды я вот так смогу застрять в двери. Это просто шуткая херня. В общем, да, разработчики, когда делали игру, делали упор на то, что сами по себе некроморфы, вот эти вот создания, которые вот сейчас вот перед нами лежат, им вообще пофиг, что им стрелять надо в грудь, в голову. Если ты им устрелись в голову, они начнут агрессивнее себя вести, потому что, потому что без головы веселее, да. И они сделали упор именно на расчлененку. И надо, чтобы обеззреть противника, надо именно стрелять по ногам, по рукам и все. И это на самом деле прикольно. Сделать нас единым, сделай стоматологиня. Сделай нас единым. Сделай нас единым, сказала и стоматологиня. Спасибо тебе за 1111 рублей, стоматологиня. Мы с тобой будем едиными. Кстати, надо не забыть рассказать про юнитологию, которая основана на культе врата, небесные врата. Но это, мне кажется, тема не для сегодняшнего стрима, потому что надо, это надо в другом рассказывать. Сегодня нам надо успеть за 2 часа сделать очень много игрок. На этой киджаке, нет, на этой рубашке. А, да-да-да, диагетический интерфейс, чуть про него не забыл. Да, короче, во-первых, в Dead Space, ну не впервые, скорее всего, потому что, мне кажется, еще где-то есть, где-то такое же еще было. В Dead Space использовали просто офигительный интерфейс, в принципе, все ваши показатели дороги, патронов и прочие радости жизни, они просто существуют как бы для вас, для игрока со спины, да, и для персонажа, у его лица. То есть, всегда персонаж, когда ты включаешь интерфейс, ты так же видишь персонажа, и так же он, так же видит интерфейс, как и видишь его ты. Это офигительно. И мне очень жаль, что это мало где используется, я сходу только Dead Space не могу назвать. Если что, кто-то переживает за то, почему у Айзека на спине, и как вообще-то надо было, можно понять, что, как можно понять свое состояние здоровья на спине, если у тебя вот на спине только он есть, то напоминаю, что наш Айзек Кларк, он инженер, и это бригадная работа. И, разумеется, когда вы работаете в бригаде, вы так или иначе смотрите на спину своего напарника. И если по какой-то неведомой причине напарнику стало плохо, он что-нибудь себе сломал или что-нибудь в этом духе, то благодаря спинному индикатору, не поворачивая его, не поворачиваясь у него к нему лицом, или просто спрашивая у него напрямую, вы можете понять, что случилось с вашим товарищем. Что случилось с вашим товарищем. Вот. Это все, что я хотел сказать. Это очень круто. Это вот этот интерфейс, который как-то пытается объяснить, это очень хорошо. Плюс еще, в плане, не только плане интерфейс, в плане различных предметов, вы говорите, довольно прикольно. Сейчас давайте послушаем немножко диалог. Диалог. Надо же, ему удалось. Айзек, мы видели еще твари по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый. Из-за тебя мы все погибнем. Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да, пульт управления накрылся, но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Вы можете сменить текущую задачу в режиме карты. Отстань обвинять эту петь. Я хотел сказать, что прикольно, что места сохранения, где вы будете сохранять все поверхности, они сделаны под распространительные щитки. И так же вы смотрите, вы сохраняетесь. Вы уходите. Это просто классно. Я очень хочу, чтобы побольше такого было. Но тем не менее, нам надо теперь... Что нам надо делать? Надо подать какую-то штуку найти, чтобы активировать вот эту штуку, чтобы мы все смогли отсюда свалить. Давайте этим займемся. Привет, Сайт, привет, ребят. Вернемся. Итак, я все еще хочу сказать. Вы видели чья-то тень проскочила? Давайте сходим туда, посмотрим что-то. И у мальчика кто-то нет. Еще эти твари очень любят через вентиляцию уходить. Сюда. Вот опять нам говорят, что надо... ...речь конечности, будто мы с первого раза не поняли. Я хотел сказать, что освещение вы ее просто офигительное. Вот я реально говорю, что вот так вот и не скажешь, что игра какого-то там года. Только заразе, видимо, скажу, и игра... Ну, игра не страшная. Сразу скажу, что игра вообще не страшная, но она клевая. А еще, короче, здесь есть такие существа, которые называются... Ну, они называются... Короче, не пофиг, как они называются по-настоящему. Я их буду называть осеменителем. Собственно, из-за чего и появились на станции Некромаффа. И что прикольно, если вы трупом будете на пути отсекать голову, от... ну, отламывать голову, то они как работают? Они своих облоток вставляют в голову, из-за чего потом чувак превращается в Некромаффа. Мы чуть попозже это увидим. И если вы будете отрезать людям, трупам, голову, то они не смогут их осеменить. Это просто прикольно. Вот такая вот маленькая деталь. Будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям. Разнеси их к черту. Это должно помочь. С нами сами сидители фейгут. Я думаю, что... Я тут с тобой. Да, вот, кстати, вообще... Ну, это... Если что, по поводу чего-то они на стерна тебе пытаются объяснить, как эту игру играть, тогда, в 2008-м, по какой-то невидимой причине... По какой-то невидимой причине людям казалось, что это нифига новое мнение, что надо играть ни в голову. Ни в ту... Ни в ту... Ни в ту... Ни в ту... Ни в ту голову. Из-за чего, собственно... Мне кажется, опять же, разработчикам показалось, что надо 10 раз ставить с ним. Но мы же с вами умнее, мы с вами... Да, мы же на вечер. Поэтому нам 10 раз на всех надо. Попробуй открыть ее в стазис модулем, который ты подобрал. Так. Служба важная металь этого космоса в серии. Это стазис. Это просто замедляет время определенного объекта. Замораживает его, куда-то говоря. Что довольно прикольно. А, громковато еще? Окей, понял, понял. Я странно, что... Давайте вот так вот сделаем. Давайте вот так вот сделаем. В игре просто такой, это... Звук офигительный. Что я просто... Спасибо за стрим. Удачный игрок витамин. Спасибо тебе за 50 рублей. Но стрим только-только начался. Я... Пока сейчас... Сейчас это начнется. В игре просто охуительно. Я вот даже с матом скажу, что просто охуительная работа со звуком, господа. Если вы играете ночью в наушниках, это... Я такого офигения... Ну, это я. У них в основном, по большей части, у всех игр друг хороший. Но, тем не менее, в Dead Space он просто офигительно сделал. Он звучит по-особенному. Здорово, народ. Здорово тебе, дружище. Кстати, Витамин и Рофл Гост. И с вами станем скоро единой. Спасибо вам за ваши донатики. И Рофл Гост, спасибо за 500 рублей. И привет. Да, в чате верно написали, что игра страдает от резких металлических звуков. И это фишка, это правда. Но... Чё, но? Это охрененно, да? И... И это офигенно. Это просто офигенно. Я не знаю, к чему это я хотел сказать, но... Послушайте, как игра звучит. На секундочку. Охуительное. Не, вообще, звук реально офигительный в игре. Я в вас... Это одна из самых красивых звучащих игр в истории, наверное, виде игр. Ты даже когда в туалет заходишь, что-то меняется. Вот, послушайте. Слышите? Слышите, чат? Что это такое, чат? Я, конечно, не... Господи, забыл, как игра называется. Не Хеллблейд в плане Шепота. Но все равно офигительно. Это ишемура, да. И вот благодаря этим всем звукам игра... Игра посоздаёт ощущение... Так-так, корабль уже мёртв. То есть все события, которые предвещали его смерть, уже случились. И... И он мёртв. Он буквально. Корабль мёртв. Здесь крайне мало живут людей осталось. И из-за чего... Твой Стасис Молдуль поможет управлять этим механизмом. Сейчас давайте мастерка решим эту сложную загадку. Но благодаря всем звукам, которые игра создаёт... Этот корабль не ощущается мёртвым. Он ощущается вполне себе... Живым. Ну и звуки некромов. Вы слышали? Вот это постоянно. Я просто в восторге от того, как звуки... Мы затащили её на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен Стасис Модуль. Если мы не снимем этот кусок, где рема с рельс, он заблокирует всю систему. Иху, спеть бы. Бейт. Корабль не мёртвый. Он как нежить. Ну вообще, кстати, да. В какой-то степени его можно таким называть. На самом деле. Он нежить. Корабль нежить. В дальнейшем мы, я надеюсь, поймём, почему это... Плюс тут ещё есть какие-то некроморфы странные, которые выпрыгивают из другого некроморфа. И когда они умирают, они создают пердящий, такой мерзкий пердящий звук. Это классно. Ну, я думаю, спойлеров тут в это... 2008 год играет. Здесь хоть и не человек в этом мире, который не прошёл эту игру. Ну и хотя бы не на главных спойлер играть. Лятский вагонет, как сказала. Игра уже не прошёл. Я спрашиваю, эта игра на несколько стремлений. Я думаю, ребят, сегодня у нас потенциально может... Сегодня пока 2 часа сегодня постремим. Если всё хорошо будет, то завтра закончим. Изначально, да, я хотел за один стрим пройти. Просто некоторые обстоятельства случились так, что, возможно, сегодня не получится за весь стрим пройти. Изначально я вообще хотел пройти только до ануса. Короче, в этой игре есть гигантский анус мясной. Гигантский мясной анус, да. Эта штука называется Левиафан, но я буду её назвать гигантским мясной анусом, мне тоже нравится. И на нём остановиться, и там уже ремейк проходить. Но чё-то я так подумал, наверное, я её полностью пройду ещё раз на этом уровне сложности. Он офигенный. Смотрите, какие классные ребята. Причём, у них отчёт... В этих ребятах отчётливо видно, что это когда-то были людьми. У обоих раздорована челюсть. Причём пальцы человеческие, просто немножко деформированные. У этого вообще один палец даже видно, в таком месте отрезан. Не отрезан, а вполне имею в виду. Офигенно. Причём это... Смотрите. У некоторых некроморфов из тела будто вылезает ещё одна пара рук. Я не совсем понимаю, как это должно работать, потому что вот эти вот настоящие руки-то, из которых вылазит лезвие, они нормальные, то есть человеческие руки. А откуда берётся ещё одна пара рук, совсем понятно. При том, что здесь есть женские особи, этих самых некроморфов. И они себе вполне женские, то есть по ним видно, что это женщина. И они явно не беременные, потому что беременные здесь тоже есть. И это отдельный вид некроморфов. Беременные женщины, здесь отдельный вид некроморфов. До них мы сегодня, скорее всего, доберёмся даже. Мутации из-за вируса? Нет, понимаешь, беда в том, что некроморф — это не инопланетная спорма жизни всё-таки, в конце-то концов. И каким вот образом он может... Все, кто сталкивался с этой самой инфекцией, в кавычках, они всё-таки превращались в каких-то максимально безобразных аморфных существ, которые мало чем похожи на людей. Основа человеческая, но тем не менее все наросты — они нечеловеческие. Но по какой-то причине у некоторых созданий из живота торчат человеческие вполне себе руки. Хотя есть такая вероятность, что это просто слияние двух тел. То есть один некроморф захапал себе два тела. Вот так вот. Примерно так должно получиться. Еще в игре просто офигительная метка. Не метка, а вот указатель цели. Это лучшее, что они могли придумать. Реально лучшее, лучшее. Привет-примерно лучшее. Привет-примерно лучшее. Это Кендра. Дверь в хранилище заперта. Тебе нужен ключ. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Посмотрите, как классная игра сохранилась. У вас ощущение просто пастырное. Примерно киво. Это если что в первый уровень, то само собой особо на тебя не налетают. Даже на максимальном уровне. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Я знал, что ты живой. Казалось бы, зачем этот ремейк вообще, кроме «Шуток», я не знаю. Я считаю, что первое, что второй части не мешал бы, знаете, такой легкий перезапуск, не перезапуск, а переиздание, чтобы подтянули текстурки. Чтобы подтянули текстурки, исправили некоторые технические проблемы, потому что у игры есть. Например, если это просто сейчас сразу запустить на максимальном разрешении с максимальными FPS, у вас будет проблема с мышкой. У вас будет проблема с мышкой, которую не так просто решить. Ну, вообще просто решить, но вам надо качать с Nexus кое-какие файлики. И также немножко подправить сглаживание. Я уже подправил сглаживание, вы, в принципе, этого уже проблем с этим не видите. Но, в принципе, вот говорим, на самом деле даже не переиздание, просто патч не помешал, что первое, что второй части. У второй части еще проблемы с вылетами есть, насколько я помню. Но, тем не менее, вторая часть, насколько... Вторая часть тоже выглядит по-прежнему все очень хорошо, и я не с тем понимаю, зачем ремейк этой части делать. Но делают и делают, хрен бы с ним. Лишь бы не 70... Ой, простите, а не 70 баксов стоит все. Вопросов стало еще больше. Топни бочку? Да не вопрос. Все ради вас. Такие вы. Думаете, я никогда не топал бочки? В смысле, все ради до конца, или? Аааа, дворище, доктор М, по нему тут недавно какой-то новость была на Тэйфе. Если что, я не смотрел, как выглядит ремейк. Утим, по нему тут никак не лежит. Аааа, я такую тему видел, что недавно на Тэйфе появилась новость о том, что в игре появится новая ачивка, которую вы можете получить, если досмотрите титры до конца. Я обычно такие вещи делаю, когда что-то собираются поменять в лоре, и после титров это как-то показать. Так что, есть такая тема, да, что они, возможно, собираются... Уйти с экрана, уйти с экрана! Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы Дедспейс всё что-то меняли. В принципе, если забыть про третью часть, и оставить всё как есть на второй части, там, когда Айзек вместе с Элли улетает в космос и делают себе детей, я-я-я.. Э-Э-ЭТА-А-ТА-ТА-А-ТА-А! Но в принципе серия нормально закончилась. Если просто забыть, что существует в третья часть, то в принципе серию можно считать законченной. Но к несчастью у нас существует третья часть, и они там показали наконец-то Братская Луна. Они там впервые показали Братскую Луну, миру кобздец, и на этом как-то не очень заканчивать на самом деле, потому что, честно говоря, не совсем верили, что это нужно продолжать вообще этот спресс. По-моему он закончен хорошо. Конкретная история Айзека во второй части была закончена очень даже хорошо. Мертвая Луна, по-моему она Братская Луна называется. Поясню для тех, кто не знает. Изначально некроморфы... Так, надо двигаться. Некроморфы собирают мертвые тела, чтобы создать самое небесное тело, которое именуется как Братская Луна. Это, короче, планета, которая создана из... Это планета, которая собрана из мертвых тел, Мертвой Ткани и Мертвой Плоти. По-моему она называется Братская Луна. Братская Луна, вот мне говорят, что она все верно называют. Да, я правильно, Братская Луна это. И... Там надо забрать кое-что, прошу прощения. Мне просто иногда так хочется вперед просто идти. Да-да-да-да-да. Благодаря. И некроморфы... Суды изначально сбросили этот обелиск. Вообще этот обелиск появился на планете Земля в результате падения метеорита, который уничтожил Танадар. Это во всей истории вселенной, я имею ввиду. Вселенной игры. В кратер Чуксулум. И когда его Альтман начал исследовать... Альтман это ученый, который много исследовал... Не он открыл, но тем не менее он много исследовал этот самый обелиск, который был не рукотворный, который появился в этом самом кратере. И он выяснил в итоге, что когда этот самый метеорит упал, он начал испускать различные сигналы, которые... Которые что? Которые люди... Благодаря которым... Благодаря которым случилась эволюция. Люди эволюционировали из обычных приматов, нормальных людей. Скажем так. И изначально этот сигнал вообще был создан для того, чтобы собирать вокруг себе... Заражать окружение. И потом собирать огромное количество мертвых тел в эту самую прадскую луну. Как-то так это примерно глядило. Сайт пересказывает истории серии. Ну не пересказываю, а рассказываю. Так. Нам нужно качать резак. Мы прокачаем пока что ущерб. И пока хватит. Тут есть короче двери, которые открываются с помощью силового... Силовых узлов, которые вот в таких вот штуках появляются. И надо с собой хотя бы один всегда таскать. Отлично, Эзик. Теперь тащи эту панель транспортный контроль и подключи... Женщина, уйди с экрана. Отлично, уйди с экрана. Отлично. Отлично, уйди с экрана. И еще маленькая деталь. Вот то, что сейчас вот сказал про братскую луну. Я пытался вспомнить, я Телл без трупа или нет. Это, короче, не совсем сюжет игры на самом деле, это сюжет книги. К игре очень много различной макулатуры вышло. Комиксы, книги, аниме. Которые среднего качества, если честно, все это за исключением парочки моментов. Есть, короче, даже игра, как говорили. Игра, которая называется The Space Eccision, это, короче, просто сборник... Давай мы с тобой фоточку на память сделаем. Спасибо, регулярный игрок, за 555 рублей, мы станем с тобой единым. Да, что-то... Кто-то очень громкий. О чем, я же забыл, о чем я говорил. Компьютер транспортной системы включен. Инициализация транспортной системы, система инициализирована. А, нет, погоди, я пытался сделать... Сейчас объясню. Карантин снят. Я пытался сделать приз курант, но я не разобрался, как мы бота настрелить. Я все еще доправляюсь к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Келен и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик, встретимся уже на борту. Если доживем, Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Данилс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Айзек, причине-то вон всю игру будет так делать. А, по поводу кулатуры. Да, есть такая тема, что у игры есть небольшая проблемка. Такая легонькая проблемка. В игре довольно много бэктрекинга. Но я не совсем разделяю эту претензию. У игре есть другая проблема, а в ней попозже. Когда вы возвращаетесь в старые локации, они как-то как-либо изменяются. И вот мы сейчас помните... Сейчас мы прошли место, где когда-то первый раз получили поладмокатор. Мы уже прошли, мы снова вернулись в это место. Здесь стало тускнее освещение, начало всё мигать. И вообще стало страшно-страшно-страшно. Прикольно же. Ветает ли на даме какая-то братская волна? Нет, значит сейчас не видно. Премга. Лежать. Обожаю эту игру. Не забудь в туалет. Там будет лежать эта большая аптечка, её продать можно подороже. Вы же сейчас с удовольствием? Да. Ну, бояться это, конечно, громко сказано. Но я кайфую, когда нахожусь в подобных играх. Айзек. Мы добрались до мостика. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Мало таких, понимаете, игр. Очень мало таких игр. Она очень... Первая часть, в особенности первая часть, она очень атмосферная. Она очень текучая и в неё очень легко погрузиться. Благодаря тому, что Айзек, во-первых, молчит. Он всю игру будет молчать. И это многие... На самом деле я согласен с тем, что конкретно в Dead Space это проблема. Потому что Айзек очень часто обращаются. То есть, Айзек, иди почини. Айзек, у меня нога сломалась. Айзек, я кому-то не доверяю. Айзек, ты чё? Ты чё вообще сделаешь? Тут надо на нас астероиды падают. Иди отстрели. Айзек сделай то. Айзек сделай это. А он даже их послать нахер не может. Это... Это проблема на самом деле. Потому что реально будут гонять туда-сюда. Это реально... Вот в данном случае это проблема. Но благодаря этому, потому что персонаж молчит, в него очень легко вселиться и погрузиться в этого персонажа. Во второй части это не так хорошо сделано. Но во второй части это и не нужно было делать. Айзек просто простужил. Классные моменты. Много классных моментов в лагере. Понимаете о чём я? Я просто так люблю ножом давить трупы. Это прикольно. Как халфе... Халфе... Нет, халфе всё-таки там не так... Не так ебануто это сделано. Там халфе скорее просто обращаются как, знаете, к какому-то великому человеку, от которого не требуется ответ. Здесь же как раз таки всё-таки требуется ответ. Плюс Айзек, ну, такой довольно... Ну, во второй части, по крайней мере. Он довольно-таки грубоватый по молодой человеку. Ну, не молодой человек. Ой, ребят, сейчас тут эпилепсия начнётся. Готовьтесь, закройте глаза на секунду. Враждебные формы жизни. В корпусе вывести в этот срочный эвакуанс. Ой-ё-ёй. Ой-ё-ёй. Я крилю, я крилю. Ой-ё-ёй. Я крилю, я крилю. Завязан. Ах... Ах... Бевога. Повреждение секции главного ангара. Аварийные службы проинформированы. Атак? Атак. Акушение. Акушение. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Акушение. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это всё меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Давно хотел проверить. Нашла. Капитан Бенджамин Майлус. И правда он там. Выходится в медлабораторию. Я сейчас объясню. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдём капитана, найдём его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером всё что угодно. Чёрт. Айзек. Я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы. И постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже. Давай, 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 давай! Это, ребят, пенк. Его мы сам в конце сможем достать. Пенк. Ну что, не знаете, кто такой пенк? Пенк. Пенк. Мы найдём пенк, ребят. Это пенк. 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 Сейчас, пенк. 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 Ну, пенк. Ну чё вы, сейчас. О, блин. Так. А, ну, подлечиться давай. Это пенк. Пенк. Не за 25, а за 30. Короче, ладно. Это... Это мем такой. Пенк во всегда, везде, в каждой части игры присутствует. И чаще всего никто не знает, что это такое. Кто-то считает, что это предмет для взрослых. Кто-то считает, что это просто шоколадка. Кто-то считает, что это просто мусор, который надо продавать. Ну, а это пенк, ребят. Это пенк. Типа лоско. Типа лоско. Ну да, да, да. Типа лоско. Типа лоско. Ну, Элли. В частике спрашивают, лучшая девочка серии Dead Space. Ну, очевидно, Элли. Если забыть, что эта шмара решила сослезть с Айзека в третьей части, то эта лучшая девочка. Извините за шмаром. Я что-то я рада длился. Мне очень третья часть не нравится. Так. Продаем. Большую аптеку. Среднюю аптеку. Маленькую аптечку. Да, здесь мы батареи тоже продадим. Купим парочку силовых узбок. Нам надо прокачать винтовку. 10 тысяч оставим, чтобы прокачать себе костюмчик в следующем, в следующей миссии. Пенг. А? Пенг, чат. Яхка колхозница. Одноглазая, прошу заметить, да яхка колхозница. Да ну, ребят, она миленькая. В этом ее прелесть на самом деле. Элли вообще довольно аккуратненькая. Аккуратненькая девочка, очень приятная внешним видом. Всяко лучше, чем жена Айзека. Мне вот жена Айзека вообще не нравится. Пенг. Одинокий. Пенг. Поняли? Пенг. Тебе больше так не будут. Пенг. 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 Чистая вкусовщина. Если ты про Элли, ну не слушай, мне кажется Элли красивая. Ну, во-первых, она очень прикольно выглядит. У нее прикольный космический вырез, так сказать. Ох. 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 Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Я знала, что ты придешь, как и обещала. Я, я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Макой сказал, что проведет нас к челноку. Да, обняла. В смысле, мы сейчас видели одного из юнитологов, который по какой-то неведомой причине решил, что мы ее друг, который поможет ей выбраться. Но мы получили кинезис и мы можем таскать с собой всякие штуки. Классно. Вообще, кстати, печально, что в этой части, в этой части нельзя, знаете... Жалко, в этой части не так хорошо работа, как во второй части, что мы можем достать чью-то конечность, да, и метнуть этого врага. Да, почему-то голова лопается, а все остальное не лопается. Ой, это не мое. Да, они лопаются, к несчастью, дети. К несчастью, не лопаются конечности. Нельзя отрезать у этого самого некромофа часть тела и бросить ее во врага. Здесь это как бы работает, но очень плохо. Лучше стрелять по противнику. Во второй части это намного, намного лучше сделано. Но до второй части нам еще надо дожить. Итак, мы попадаем, ребят, с вами куда? Мы попадаем с вами в медицинский отсек. Классический, классический, классическое место в любом жанре, в любом хорроре. И посмотрим, как он будет выглядеть сейчас в Dead Space в 2022 году. А вот, господи, не мог найти костюм. Какой-то космический, конечно. Нет, вы не забывайте, что Элли, она, по-моему, была тоже инженером каким-то на корабле, не на корабле, а на колонии, где происходило событие второй части. И зачем-то вот этому самому инженеру нужен такой гигантский вырез. Мухи в космосе. А это, ребят, вообще нормально. Если еще, я тоже дослышал, что эта претензия какая-то была странная, что в космосе не может быть мух. На самом деле, еще как может. Космический корабль откуда прилетает? С Земли. На Земле люди есть? Есть. Яйца, мухи откладывают куда? Куда попало. Поэтому какие-то мухи да появятся. А потом, когда начнется гниение, корабль огромный, что-нибудь где-нибудь подгнило, эти мухи, которые прилетели с людьми в коконах или что-нибудь типа того, поселились в этом самом месте, и целую колонию этих самых мух они себе завели. Так что, мухи в космосе, ребят, это нормально. Не подумайте. А на пилот, говорят. Ну да, разумеется, еще лучше. Пилоту тоже нужен гигантский вырез. Ничего, во второй части ремейка выреза не будет. Слушайте, если что, я еще раз подчеркну. Я не видел никаких геймплейных... Никаких геймплейных... Никаких геймплейных... Никаких геймплейных... Геймплейных роликов ремейка Dead Spritz. Я буду... Буду его проходить вместе с вами, буквально вот как его увижу. Поэтому я решил сделать это так. Но то, что они сделали с Николь, да, я увидел, к несчастью. Николь... Блеска к смерти, скажем так. Че они... Зачем мы так сделали, непонятно. Во второй части не будет. Айдек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что было рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне икс-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Зарви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Че, с такими паниками связь бесполезна. Уйди, уйди давай. Я и Сильверт говорю. Уйдет. О чем я говорил? О том, что Николь старенькая достала. Да, это реально странно, зачем они так сделали. И еще странно... Ладно, пофиг как она выглядит на самом деле. Лишь бы они геймплей не сломали. Потому что геймплей как раз таки это самая важная часть игры. Если вот они его сломают, вот тут уже я начну орать. Ахахахаха. Извините, че-то. Ахахахахахахахахах. Че, мне это сам такой смешной кажется, я не знаю, но там... Береги голову. И вот я, помните, рассказывал, что надо над собой силовую узлу так сказать. Вот первый раз такая вот дверь понадобится в таких дверях. В таких комнатах обычно дофига всякого, не всякого классного. Поэтому их надо с собой брать. It's safe? Здесь безопасно? Лова глаза. Блять. Ну, подисть. Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, текст истинный. Все это время. Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса. Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думаешь, что говоришь? Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я езжу. А ты там смеешь? Скажи. Да, это, согласие, реально аппетитно очень вращается. Да, это, согласие, реально аппетитно очень вращается. Я не знаю, что это такое вообще. То есть, ну, это, наверное, что-то медицинское, да? То есть, это знаете, как инкубатор какой-нибудь. Ну, или... Возможно, это солярий на самом деле. Возможно, это солярий. Я реально не знаю, что это такое, но зажарился мужичок там знатно. Опа! О! Мы... О! 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 Класс! Временно стало. Может, беззараживаются так? Термическим образом человека обрабатывать? Это не очень хорошая идея. Сеть развивается. Мне кажется... Слушайте, они еще в чатике написали, что про нейросетку и то, что нейросетка развивается, может, будет получше все в дальнейшем. А я говорил, что они будут текстуры делать не вручную, а с помощью нейросети. Это МРТ, кстати. Да, это очень похоже на МРТ. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это реально похоже на МРТ. Только что-то человек обгорел. Это вопрос. Хотя, возможно, он просто... Микроморф... Микроморф. Микроморф покусал и поэтому такой стал. Он еще, знаете, просто не эволюционировал, наверное, банально. Так что вполне может быть. Да что ты будешь делать? Ну... Не понял. Окей. Логично. Шепот чат. Итак, мы погадаем наконец-то в космос. Отстань от меня обучение. Красивый мертвый космос. Там эгида. Причем, заметьте, у нее тут отсюда четко видно, что... Эшимур это космический корабль класса планетарные потрошители. И они потрошат, как ни странно, планеты. И вот с этого вот самой точки они выдернули часть планеты. И там был и обелиск. Мака. Ой, кажется, я задохну. Зачем их потрошить? Чтобы ресурсы доставать? Ну, это к шахтерам же. Ой, ой. Помни, в разных отсеках с Ишимура можно настроить разные силы тяжелки. В зоне невесомости свои гравиботы активируются. А вот это что такое? Сейчас, сейчас я покажу вам. Да, это здесь. Это здесь. Вот что? Вот это такое? Я так и не уловил. Вот если присмотритесь, какие-то мумифицированные, обмотанные пин... Ну, мумифицированные. Мы мумифицированные люди, по которым идет энергия. Что это такое, чат? Что это такое? Я не знаю, чат. Я не знаю. Батарейки. Ну, я понимаю. Вообще-то, кстати, есть такая тема, что... Вообще, такая тема клонирования, это как бы есть, на самом деле. Мы, наверное, даже ее скоро увидим. Но я что-то не совсем понимаю, как это работает. Зона гравитации. Шиза... Шиза ГГ... Не, он еще... Еще рано. Первые шиза, когда первые сообщения от Николь пойдут. Вот тогда шиза будет. Эээ... Я дебил. Я дебил, чат. Все хорошо, я дебил. Зона нормального давления. Дядя говорят, можешь хранилище и не то, как и в втором части. А по нему зачем тогда... Почему тогда по нему энергия идет? Да я говорю, это просто какое-то странное место. Возможно, это разработчики даже не пытались как-то это место обдумать. Просто классное место. Скорее всего, мне кажется, что это просто клоны. Клоны людей. Каким-то образом используются, чтобы энергию создавать. Наверно. Наверно, опять же повторюсь. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь ты пикни гермит и не влезь в руку. Наверняка это не люди. Дерьмо. Я слышу твари. Слезут по вентиляции. Береги себя. О, нет, 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 нет. Ух ты. Узвернулся как. Открывайся, открывайся, открывайся дверь. Открывайся, открывайся, открывайся дверь. Беги. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. А может это солярий, кстати. Может реально это солярий просто с помощью энергии. Они загорают таким образом. Мы уже не знаем это как выглядит космический солярий, да, чат? Да, ведь чат. Ух ты. 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 Давайте отцепим его. Ух, давай. Ух, ух. Ух, 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 ух. Он успокоился. Ух, ух, ух. Тебе написали, что типа вот для этого нужен ремейк, а я считаю, что такой классный, ну реально. По-моему, это вот этот Роглум просто восхитительный, он классный. Это знаете, как мыши из Dark Souls, которые вечно к тебе прилипают. Опа! Это как мыши из Dark Souls, которые вечно к тебе прилипают, это же классно. Давай. Не, не давай. Хочешь давать? Ну пойдем к тебе. Бучку убедил. Ау! Принасил, ударил. Ну и сейчас я тебе тоже с Тевелом написали, что вы думаете, такого в ремейке не будет? Это в Electronic Arts. Ребят, это Electronic Arts. Было хоть когда-нибудь, чтобы они не обосрались. Хоть раз такой чат было. Хоть разочек чат. Ээээ... Ау... О, о, мертвый! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! О! Блин, скейки, спрей! Она просто сразу использует большие оптички, я большие оптички лучше продавать буду. Первый Dead Space. Ну, ладно, ладно, конечно. Конечно, было у Electronic Arts время, когда они не обсирались. Второй Sims. Третий, четвертый Battlefield. Третий, четвертый Battlefield. Справное заявление, на самом деле. В принципе, вторая часть хорошая получилась. Еще у них была потрясающая игра. Да. Конец предложения. Dragon Age, спасибо! Да, чет, спасибо! Спасибо, спасибо! Dragon Age, я пытался вспомнить ее название, да. Dragon Age, спасибо, спасибо! И Mass Effect 2, они тоже очень нравятся. Хотя у него это... Да нет, тоже нравится. Спасибо, чет, спасибо! Да, и, короче, в последнее время у них проблемы. Мягко говоря, проблемы. То есть, ну, я что-то не припомню, чтобы у них реально какой-то релиз был без каких-либо проблем. Так что, я думаю, и этот заденет. Только меня вот этот Сержант Свободы наш напугал, что он написал следующее, что я буду делать Dead Space... Dead Space 4... Ой, господи, Dead Space. Dead Space 1 ремейк на движке Frostbite. Эээ... Сержант Свободы, братишка, скажи мне, что ты пошутил, пожалуйста. Очень тебя прошу. Чат, подтвердите его слова, пожалуйста. Время. Что, серьезно, они на фастбете собираются его делать? Что, серьезно, они на фастбете собираются его делать? Отскрепелая сцена такая. Поддерживаешься. Ну, окей, хорошо. Я буду надеяться, что все-таки на Unreal они будут делать, потому что Frostbite, мягко говоря, под этот... На Frostbite вообще что-то не помню, что было решено. Хоть в какой-нибудь игре. Но будем надеяться, что... У меня патронов мало, кстати. Но будем надеяться, что все-таки будет получиться это дело. Проверил это не шутка. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Аohn Аль��! Пусти. Ааааааааа! Прусти. Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ! Хormо юга уничтож ёсчэнёт. Знаете, что это еще, ребят, значит? Что, возможно, мало того, что ремейк будет плохо анимирован, есть не нулевая вероятность, ребят, что ремейк будет еще плохо оптимизирован. Потому что, вот как верно в чате написали, с движком работает только DICE и умеет. Да-да-да. Поэтому... Мда. Просто мда. Я больше не знаю, что сказать по этому поводу. А, уже не умеет, это тоже правда, на самом деле, да. Последний батл тут не очень хорошо оптимизировано. Это мда. Надо посмотреть, что это будет системное требование. В игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Майнкрафтового дела. Стой! Эй! Эй! Он еще дыгрышками классно делает. Хе-хе. Причем, по-моему, даже органы какие-то выращивают. По крайней мере, вот это очень на печень похоже. Или что-то типа того. Класс. Мне страшно, кстати, что игра классика игровой диндс-3. Это да. Хе! 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 Обыдаете игры. Вот где еще ты его встретишь, а? О, все. Мы прошли. Блин, как даже не хочется уходить из этого медоцека. Хорошо. Термит, что ты подобрал, запросто прожжет эту парикаду. Используй электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое. А, это дверь. Это дверь топает, точно. Так, а я смогу пробежать? Ну-ка. Нет, не смогу. Ни хрена она ударила. А, блять. Да? Я в дверь. Тотарился. Неплохо. Неплохо. Все нормально сейчас. Слава богу, чекпоинты на этом уровне сложности остались. Я вот пытался, но что-то не получилось. А, кстати, вот, ребят, перед нами... Перед нами женская особь, девчатки. Перед нами женская особь, поняли? Потому что у нее грудь огромная. Это женская особь некроморфа. Классная, да? Еще, кстати, забавная деталь, короче, по какой-то неведомой причине, женская особь, в отличие от мужской, она может плеваться. Они здесь называются плевальщицы, угадайте, как говорится, почему. И еще у них, в отличие от мужских особей, ничего из живота не торчит. То есть, вот, где у нас мужская особь? Не мужская особь, не сюда. Это не мужская, это конец мужской особи. Это женская особь, секундочку. Это что-то... Это... Что-то непонятное. Это мужик. Короче, вот мужская особь. Там разбирайтесь, к чему-чему, чем она отличается от мужской. Так, надо еще подкачаться же точно. А, нет, сначала надо продать всякие штуки. Делали слегка открытыми. Да как-то это... Да зачем это Dead Space? Зачем сиськи Dead Space? Черт. Зачем сиськи Dead Space? Dead Space и так офигенный. Сиськи не нужны, в данном случае. Ага, Rule 34 про Dead Space есть. Вы даже себе не можете представить, насколько много этого дерьма. Я не могу, что ты обрался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Говорит старший медик Николь Брэннон. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Так, эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже, на стол его. Сестра, держись и крепче. Господи, конец записи. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Причем, еще прикольно. Прошу прощения. Еще прикольно. Когда началась вот эта вот эпидемия, в кавычках, некроморфизма, то очень-очень быстро, разумеется, медицинские отсеки были заполнены полностью. Из-за чего они вот такие вот объявления стали вывешивать. Мы типа заполнены, сорян, ребят. Давайте как-нибудь сами со своими отрошенными конечностями разбирайтесь. И по-моему, в этой комнате можно увидеть, что типа люди, которые были заперты здесь, тут где-то, в какой-то комнате, я вот не помню где конкретно, было на стенах, было написано, типа, все люди, которые здесь были. Спасите нас, спасите нас и последнее сообщение, спасите меня. Это очень круто. Я, к несчастью, не совсем помню. Это, по-моему, здесь, по-моему, в этой все-таки комнате. Нет, по-моему, это не в этой комнате. Нет, по-моему, это не в этом. Рядом с плакатом сказали, значит, ски в этой комнате было. Это реально прикольно. Тут довольно на стенах много всякого прикольного можно найти. Например, тут есть целый алфавит некроморфов. Вот так, на стенах пишут. Ну, шо поделать? Шо поделать, дружище? Смотри, как тут тихо, спокойненько. Шо по... шо... шо... шептит... шептит... Шептит кто-то. Классно же. Кстати, я, если честно, до сих пор не знаю, кто шептит. Вообще, есть такая тема, что это шиза Айзека, но, по-моему, это кто-то реально шептит. Тут периодически... тут в дальнейшем, точнее, не сейчас конкретно, появится... По громкоговорителю будет тут с нами общаться. Так, легонечко. И мне кажется, это просто женщина, которая кукуга поехала и шепчет периодически в микрофон. В каждом, разумеется, отсеке есть громкоговорители, которые... ...всякие объявления говорят. И, возможно, она там просто сидит и говорит. О, кстати, еще у них голова. Секундочку, ребенка убьем. О, я-я-я. О, я-я. Смотри, кто-то шипнет за ухом, будет страшно, что-то сейчас качаешься. Я же знаю, что я дома один. А если кто-то ко мне это будет шипать у меня за ухом, я ему чаек набью. Поговорим. О всяком. У женщин волосы есть, у мужиков они побольше счастья без всего вообще. Что-то здесь нужно обернись, да я ради бога и обернусь. Лампа! Нет, простите, у меня правда не работает это. Самое страшное дерьмо, которое я в последнее время могу сказать, это только сабнафтика. Вот это вот реально страшное дерьмо. А так уже что меня может напугать-то в этом мире? Только это повышение цен на электричество. Меня кто-то слышит? Мое имя Эйлен Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? вы доктор? Почему все? Вы знаете, я знаю. Вы заец, заключенный в колонии. Вы убили ту мистерру. Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Умоляю! Помогитеее! А вы говорите разучка плохая! Ееееееееее! Ах, всё. Сильно укусил гад, ладно Хорошая звучка у игры Мне же тут, наверное, карсаки сайт точно напугает Ну, если я не на приеме у проктолога Женщина, вы смеетесь, не открывая рта Осуждаем, осуждаем, осуждаем Чат, осуждаем? Осуждаем Исследовательский журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись Меня очень тревожит то, что происходит в колонии Уверен, это как-то связано с найденным обелиском Но, как именно, не установлено Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства Наиболее явные симптомы О, есть бытащи еще раз Спасибо В случае насилия и убийств ухаживают на растущую параною Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования К тому же психиатр колонии доктор Вэлленд признался, что не может объяснить происходящее И зашел в тупик Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера Но сейчас необходим его опыт Нам нужно решение проблемы Как можно скорее МОК В смысле Классно выглядит МОК У нас почищем, кстати О, семиники, кстати Не трогай трупу, не трогай трупу У меня стазис кончился Я обосрался, чат Все хорошо Так, стазис у меня еще есть Стазиса у меня нет Окей, окей, ладно Да блин Тьфу Ой Другой трупы Махал, еще живой Готово. Махал. Коды получил, все подходит. Слава Богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Он что-то упрям, что ли? Да, он упрям. О, нормально, нормально. Вот. Смотри, какой классный осеминитель. В общем, ну, тут я думаю, вы и так прекрасно видели, как он осеменяет людей. Он немножко его размотал, конечно, из-за того, что у него что-то где-то застряло. Но вообще прикольно. Это знаете, как лицехват из чужих примерно так же работает. То есть он так оп, потом оп, и потом оп. Классно. Комар. Ну, вообще, кстати, относительно приятно. Недалеко реально может похоже на комара. Я что-то не проложу. Вот так. Во. Язык от обелиска. Marker. 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 Ну, скорее всего, написано слово Альтману и что-нибудь в этом духе. Этот осеминитель обидит для всех. Marker нац обидит или что-то в этом духе. И куча рук. Много-много надписей. Причем повторюсь, опять же, мы скоро увидим алфавит этого самого обелиска. Обелиска. Кучка. 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 ПОРОТ. Кучка. 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 Тебе какое-то жирное, а? Стазик наконец-то выпал. Он там есть, там есть где остановить вроде бы. Хорош, чел! Увожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция, это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение, я пока останусь здесь, найду в чем загвоздка. Ну, тебе, дружище, да, тебе ответили. В среднем 10-20 лет игр хорошо сохраняется, может быть. Там, зависит от того, как художники работают, по большей части, потому что... Ну, например, тот же Tracking Guard возьмем, мы, да, игра не то, чтобы хорошо сохранилась. Звук пола, я уже не могу. Черт, я уже не могу. У нас две проблемы, и время не в обрез. Первое, топливо не поступает к двигателям. Второе, вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов том камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Естественно, я должен давить чат. Странно, что на Сурсе втором ничего не делает. Тут вопрос, дружище, не в том, что странно, что ничего не делают на втором Сурсе, а странно, что Valve ничего не делает. Сурс-то Valve принадлежит. Да и вроде чё-то я слышал, что движок сам по себе очень, как бы это сказать-то помягче, кривой. Ну а то, что Valve ничего не делает, это скорее всего к тому, что, ну господи, кто-то там деньги бешеные приносит вместе с контроль. Личный дневник, исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Всё это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мёртв. Моя команда, у них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появлюсь. Какого чёрта тут происходит? Это... Дэнбит. Это же Хендерсон. Он спятил. Вырывает. Он вырывает себе зубы. Хендерсон. Бога ради. Боже. Он умер. Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи. Зачем он это сделал? Я не понимаю. А что Oooh. И я спасёк в круге. Изгон. Коллеги, они такие 좀�лыбные. Я кейс. Но.. Ой. Потому что мыafoods. Ой. Ты иду? Да, понятно. Тут я thoughts as to attack the monster. Моломет. Ида. Как будто бы всё так. Я вообще изначально думал, что они разработчики ремейка Dead Space, они просто перенесут игру на более новый движок, на Unreal 5, но по какой-то неведомой причине, вот если верить чату и сообщениям из Electronic Arts, они будут переносить игру на Frostbite вообще, вот это вообще какая-то странная дерьмище. Ну то есть на Unreal 5 игру, в принципе, наверное, на Unreal 5, наверное, игру перенести не так уж и сложно будет. Все-таки игра изначально была создана на движке Unreal какой? Третий, на Unreal 3 она была сделана. И это всяко проще, чем переносить, ведь на Frostbite это очень странно, это я прям очень не понимаю, я не понимаю, зачем на Frostbite переносить движок. Мы теперь их не увидим уже, так что не переживайте, в этой самой ремейке Dead Space 2023 года не будет русской локализации вообще. Надеюсь, вы рады. Я нет, если честно. Мне очень нравится локализация первого Dead Space, довольно хорошо все сделано, а главное качество. Еще самое важное, я напомню еще раз, напомню еще раз, что я, когда был маленький, я купил эту игру, пиратскую версию за 150 рублей, с полной локализацией. Это было счастье, это был, это был джекпот, так сказать. И с тех пор я играю в Dead Space только с русской локализацией. Не будет ли это ни бухтеть, что бухтеть-то? Ну, как бы... Это мы с тобой, дружище, это мы с тобой, дружище, знаем более-менее, более-менее знаем, я, по крайней мере, на тебя могу сказать, что я более-менее знаю английский язык. А другие-то не знают, а к игре-то, ну, надо бы переобщиться к большому, большому поколению, к младшему поколению. Че такое? Взял, вот, осеменил мужика. Зачем? В общем, надо бы переобщиться к младшему поколению. Это реально один из лучших, один из лучших субавилов хорроров вообще в истории. Хоть он, я да, тут посмеиваю, что он не смешно, наоборот, наоборот, смешной, я хотел сказать. Я хотел сказать, я хоть и посмеиваю, что он иногда смешной, но он смешной в хорошем смысле. Лучше резиков? Ну, вообще в один ряд я бы выставил, ну, без шуток вообще. Так что, тем более, не забывайте, что у Resident Evil существует пятая и шестая части. А еще Ганн Суваево. Точно, не ванши. Надо же ручками все это делать. Эй, ци. Так что, да. Я, я, без шуток в один ряд ставлю с это, с Resident Evil, эту серию Space, имею в виду. У нее есть, конечно, третья часть, но тем не менее. Наши пленеграсти на сведоху. Я думаю, шестнадцать плюс будет, на самом деле. Я думаю, и рейтинг сбавит, потому что, ну, я не знаю. Ничего тут такого сверх страшного нету, в плане кироски, расчлененок и прочих радостей в жизни. Красиво. Пустите, пусть идем, пусть идем, пусть идем. Ой, блядь. Я хотел всех четверых убить. Я хотел четверых убить. Там просто, если ты... Ну, хотя, погодите, можно попытаться это вытащить, два баллона сразу. Сейчас, сейчас попытаюсь еще раз. Точно для детей, ну, господи, дети, нанее страшнее вещи видели. Мне там хаги-ваги этих убирают, а для меня это еще шутный херень. Так, дойдем. Опа. Куда он делся? Я же его аккуратно положил. Не стоило. Не стоило. Отключай, Денверс, отключай. Инженерный журнал. Говорит Тэнпл. Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить прежде, чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойду, кто это нафалью. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я свернул блюнку шею. Хендерсон сказал, а не рядом, нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Денверс, и тащи инструменты. Темпл, конец вес. Путь! Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, че-то. Мы идем хорошо. Трубов здесь, блядь. Больше 7 лет здесь не было. Наререт кто-то еще. Че вот он нарет сейчас, да? О, труборез. Ой, труборез в смысле. Один из моих любимых грудок, который я никогда не использую. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Сработал, Айзек. По датчикам у нас только четвертое топлива. На этого хордец... Показалось что-то. Оф! Оф! Девушки отдыхают. 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 Я хотел сказать, что раз мы инженеры, мы не должны использовать солдатское оружие. Вообще, кстати, Айзер Клэк, на самом деле, он немножко военный, совсем чуть-чуть. Он это, когда его мамка начала санитологией заниматься, увлекаться и ключи денег туда скидывать, он пошел в какой-то местный ПТУ. Я пожалею об этом. И после чего пошел в военное училище, где я обучился многим-многу всякому интересному. Но, тем не менее, он инженер, значит, мы будем использовать инженерные приблуды. Военный инженер, да, можно так сказать. Даже без шуток, кстати, он реально на военном корабле однажды судил. Это, по крайней мере, в Вегипедии так вроде написано было. Не вроде, а написано было. Но, тем не менее, я еле люблю играть в эту игру, используя всякие классные инструментики. Винтовка лучшее оружие в игре, потому что вообще единственное оружие в игре. Все остальное инструмент для нанести... Винтовка... Окей. По-моему, плазмокатами это намного лучше работается, если честно. По-моему, плазмокатами это намного лучшее оружие в игре. По-моему, плазмокатами это намного лучшее оружие в игре. Ааааааa Аееhh Ой, вот их сложновато . Так, вот бы они его только не очень удобно располагаются Да, ну здесь тяжело их осадить, да, да тут Ладно, на них будем тратить вот так. На них будем тратить эти самые плазмокатерские штуки. Всё. Игра. Выпусти. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Обеззараживание. Конечно. В смысле полон? Ты шо? Игра. Ты шо? В самом деле игра. Почему у меня рюкзак полон? Напомню, это невозможный уровень сложности. Unreal, как он называется здесь. Значит, нам не туда. Если видишь, что тебя куда-то ведёт, значит, надо идти в обратную сторону, чтобы найти всякие штуки. Угу. О. Свиньте, чат. Мясной анус. Хе-хе-хе-хе. Мясной анус. Да, я сейчас закончу, чат. Завтра, если чё, продолжу. Щас. Щас-щас-щас-щас-щас. Да в смысле полон? Ты че-то нахрен игра? Все части проходить будешь? Ну, пока что планируется только Dead Space 1, Dead Space 2 и Ремейкс, собственно. О, нет. Этот надо взять. Этот надо взять. Это надо взять. Зона невесомости. Второй ещё, да? После ремейка? Ой. Типа, да. После ремейка. Это слишком хорошо игру прохожу, в общем, чат. Да, блядь. Ничего не лезет. Заберу лучше эти. Что? Кто? Где? О! Второй после ремейка, да, разумеется. Ну, после всех тех наших разговоров, я так понял, вторая часть, ну, ремейк будет, ну... Ну, скажем так, у меня появились сомнения по поводу ремейка, окей? Так что нам надо будет реабилитировать Dead Space. О, стоп, 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 стоп. Энергоблок подключён. Энергоблок подключён. Центрифуга активирована. Энергоблок подключён. Не достаёт? Блин, не достаёт. Опа. 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 Так, все поставил. У меня сейчас голова перестанет кружиться. Так, где? Где я нахожусь? Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вагу. Так, ну поехали. Так. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Так. Я думаю, успею. Нет, я успею! Так. Нет. Нет. Вот так. хорошо прошел я обычно в этом месте подзареваю если честно немного не очень приятное место я забыл о тебе все хорошо все хорошо нормально нет нормально нормально хентай да все хорошо у нас хентай напал с кем как говорится не бывает айзек ты меня слышишь это кендра они напали на нас мне удалось сбежать а хэмонд он просто исчез ох уж этот сюжетный твист думаю они не знают обо мне могу подключиться отсюда к любой системе я взломала защиту и нашла несколько отчетов колонии до того как они начали разработку планеты среди колонистов стали отмечать случай сумасшествия это как-то связано с артефактом который нашли на планете они называют его обелиск но информации так я определила где ты подожди я открою дверь в топливный отсек оттуда ты сможешь пробраться к двигателям да здесь нам я думаю пригодится я думаю вот так и ставим в магазине ну тут такой сюжет блин он в принципе это классный на самом деле я вот здесь без шуток вообще но эти сюжетные твисты местные они ну скажем так желают оставляют желать лучшего зона невесомости да 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 вот это кстати на самом деле да я как я верно сказал это берем штуки чтобы очинить штуки зона зона гравитации о сзади на меня напал напал все хорошо они не они не увидели меня они не увидели меня все хорошо о господи звуковой дизайн ребят я даже не знаю что это но оно классное эээээ куда? гррррррррррррррw мать и сюда ну Субтитры делал DimaTorzok Помните, я рассказывал про эту луну, братскую, которая? Есть такая тема, что вот это все, это плоть мертвых людей Не знаю, луна, ну да-да, пердит кто-то еще Печка Он еще, кстати, прикольно ходит По говну Классно Классно Эть, 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 эть Такой Уп Хуя Я в воздухе его Тварь Тварь Это, кстати, у этих существ есть название, это называется Стражи Это, короче, часть человека, у которого еще есть своя, ну, у которого еще сохранилась нервная система То есть это еще более-менее живой человек Видите, как орет? Теперь он не живой Блин, да что ж ты Так Ух, сколько у меня птичек Я смотрю Это нам не надо Ну, ладно, если что, мы сюда еще вернемся Ничего страшного Ничего страшного Открыл 거로 Аккуратно Не надо Хии Ух Хии 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 В довольно Игра Хие Реш Дёп хранимся на всякий слой а ну да 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 ну чё ребят продолжим завтра завтра 6 часов по московскому времени продолжим на сегодня я думаю хватит потому что сейчас возможно но я надеюсь мы сейчас очень постримим увидимся завтра давайте пока алё ребят я тут ребят космический анус тут да слава богу я тут да ребят ну шо ну шо сейчас я посмотрю это что-то не захватилось у меня ни хура не захватилась с возвращением да сейчас проверим чтобы все захватилось и мы пойдем действительно чё это на не захватывается чё это игра под названием overwatch не захватывает датспейс действительно шо это такое вообще шо это такое шо это такое это мы закроем это мы закроем игра захватилась захватились шо пойдемте искать космический анус ребят я уже забыл о чем мы остановились итак идем искать космический анус О! Эва на как! Ой! Привет! Так, эээ... Эээ! Надо нормально додавнилиться! Оооо! 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 Переменная, кстати, идет! Вот это, короче, тут реально... Вот это вот... Скотфилд говорил, что вот это вот реально Переменная женщина. Просто у которой немножко под Некромов побывало. Если мы Епузу выстрелим, то из нее куча маленьких личинок выпрыгнет. Такие вот дела. То есть Некромов в этой... В этом самом... Ооо! На Ишимури тоже были беременные женщины. И вот так он это обыграл. Ты песню досмотрел? Нет, пока что еще нет. Я пока был занят. Ты зря так говоришь. В какой-то степени беременная женщина это очень красиво, между прочим. Зря ты так обижаешь беременных женщин. Я, извиняюсь. Надеюсь, это пройдет. Надеюсь, они уйдут. Поэтому все любят толстенького Дениса. Не, Дениса любят за другое. Вы не понимаете, это другое. Да что в меня там не вылазит, я понять не могу. Что-то вообще прям не влазит ничего в меня уже. Надо быстрее следующий костюм искать. А анонсы опять будут? Блин. Сейчас, ребят, сейчас, ребят. Все будет, все будет. Все анонсы, все будет. Я забыл. У меня это не захватывание, оно меня напугало. А что, почему они не вреванятся? Давайте я пока только в дискорде наши скину. И скажу, что в моем великолепном телеграм-канале еще закину, что мы продолжаем проходить Dead Space. И за то, что все так неоднозначно сегодня, я за это скину красивую картиночку. Вам понравится. Вот. Вот это пусть будет сегодня. Потом автора найду. Так что, если хотите посмотреть на красивую картиночку, обязательно зайдите ко мне в телеграм-канал. Привет, привет, дружище. Красивых некромов? Ну, в какой-то степени можно так сказать. Так, стоп. Что я здесь вообще делаю? Активирована фаза зажигания. А, мы зажигаем анус точно. Пожалуйста, ждите. Ха-ха-ха. Активирована фаза зажигания. Активирована фаза зажигания. Ха-ха-ха. Двигатели готовы. Подтвердите зажигание. Прибашем аналитике. Двигатели готовы. Подтвердите зажигание. Поехали. здесь. Ну ладно, в любом случае, мы зажгли анус, теперь надо двигаться дальше. Он патроны собирает, мне кажется, это что-то гидово, когда я прошел это место. Так, 5 минут стрима, но мы пока что только кучу некроморфов убили. И еще регулярный игрок, я скинул красивую картиночку к себе в телеграм-канал. Обязательно поглядеть. Там мне очень понравился этот рисунок. Я че-то слышал, че-то слышал. Погоди, че-то здесь есть. Давайте эти бочки почаще использовать. А то так мало патронов у меня, так мало патронов. У меня... У меня что-то сломалось сейчас. У меня почему-то... Айзек целится без моей помощи. Я не знаю, почему. Сейчас дойдем до сохранялки. Он почему... Я не знаю, в чем проблема, но он целится, он не хочет отпускать прицел. Это, видать, какая-то проблема. Сейчас мы разберемся с этим. Да, определенно. Буду свернуться. Нет, они помогают. Сейчас, я думал, я думал, можно просто перезапустить это сохранение, и все хорошо. Здесь недалеко, сейф стоит. Нормально. Сейчас, сейчас все исправится. Вот. Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на гео-стационар. Погоди. Рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Ладно, ладно, ладно. Дай мне покерниться. Вот этот ворот. Ну че, ребят. Придется перезапускать так. Вот говно. Вот говно. Вот говно. Говно из жопы. Тогда попробуем подэкономить патроны. Блин, это вообще неприятно. Вспоминаю, что ей вообще по пуду нельзя стрелять. Вообще, в принципе, нельзя стрелять. Тогда будет очень неприятно. Так, сейчас мы тогда подготовимся заранее. Мы покладем это вот сюда. Мы покладем это вот сюда. И подлинул кулак. И вот сюда. Так, сейчас подрожки еще соберем. Подрожки же нам нужны, да? Отчет, отчет. Нет, птичку за одного возьмем. Пузда взорвется? Да, она даже когда мертвая. То есть вот тут... Я, кстати, не уверен, что когда мертвая. Во второй части это вроде... Это можно было сделать, а вот в этой я не помню. Давайте проверим. Нет, это во второй части, значит. Когда она мертвая, даже если по мертвому стреляешь по пузду вот этим вот беременным, то из него начинает полизать всякое говно. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то, по-моему, я еще хуже пошел, чем в первый раз. Но ладно. Так, все. Целится. Я отпустил нюки. Все хорошо, все хорошо. Пойдем за этой комнатой, сохранишься заодно. Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айтек, найди вагоневку. Я выведу нас на геостационную орбиту. Погоди, рано еще расслабляться. При сменении орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет начальник. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Айзек. Айзек. Где ты? Это я. Николь. С нами Николь опять выходит на связь. Напомню, что на данный момент мы думаем, что наша жена жива. Хочется она играет. Ну да, горючится немаловато. Обычно дольше, кстати, в последнее время играет. Я кого-то слышу. Мне больше интересно, у нас терпеливо ждал, пока мы тут извиняемся. Что-то, да? Бегите, сидит такой, ждет, пока мы тут все дела свои закончим. А мы его не видим. Так, это мы оставим. Это продавец. Так, и возьмем еще вот это будем. Вот это вот еще возьмем. Ты, Фроден, немножко опоздал. Просил бы чуть-чуть пораньше. Все, это уровень уже заканчивается, что ли? Да, это конец, кстати. Мы прошли уровень. А, да, уже сейчас я не увидел твои сообщения. В телеграме, да. Я сказал, видимо, в Дискорде. Но, разумеется, в моем телеграме. Телеграм уже высвечивали мой. Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана. Они притащили его с планеты. Да, у нас каждый день стритбинга живет. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения. Но я не знаю, что это. Серьезно? Айз, Хэммонд что-то скрывает. Не верь им. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Петя реально мелкий, спрашиваю. В чате, где... Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана. Позже поговорим. Конец следы. В чате спросили, Петя реально мелкий. Во-первых, я никогда не видел Петю. Поэтому не знаю, какого он роста. Но Саша... Сашка, вроде бы, маленький. Ну, хотя 170 метров, по-моему, неплохо для роста. Я напомню, метр 92. Выброси, а нет, мы лучше похеримся. Нечего пока аптечку выкидывать. Не-не-не, 192, ребят. Я говорил однажды, что я ошибся. Я недавно заново измерялся, извешивался. Как недавно. Как недавно? Ну, так. Месяца четыре назад, по-моему. Нет, ядмитр 92, ребят. Сам расстроен. Да ты чё? Да ты чё, попадание рядом со мной? О, кстати, я здесь костюм уже могу взять. 176 сантиметров просто в Сашке. Ну, вообще, это нормально, на самом деле. Я не знаю, это чё. Это просто, понимаете, вот это вот, опять. Денис, короче, придумал шум, кого 200 раз повторили. Вот так и рождаются мифы. Чё, ты напугал меня. От этого просто мурашки. У нас только что влетел кремль и стероид. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но я действительно ничего не знаю ни о Бобилиске, ни о другое чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и всё. Вот эта каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от трёх распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, я знаю. Будь осторожен. Да, не вопрос. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Возможно, он говорит по-гигантски. Так, что я хотел ответить. Как в Воверочер против нас поиграть? Я не знаю. Не знаю, как на матчмейкинг в Воверочер. Зачем тебе против нас? Вообще. Почему минус 192? Ну, видимо, какой-то стандарт, качество начинает проявляться в людях. Качество проявляться в людях именно так. На моей могиле так не напишите. И поэтому все такого роста. Блин, да? Ты еще не знаешь, что мне лет сколько? Сто, сто, сто. Единственное. 32 года, мы скоро будем. Твоё оружие пробьет врачу этой твари. Стрелять их в пиратах! Это как бы мини-бон был. Если кто-то не понял. Я еще тогда... Я, кстати, помню, когда я раньше играл первый раз. И почему-то у меня вот с этим противником всегда проблемы были. А сейчас он такой единственным кажется вообще. Скоро, что до июля еще дожить надо. Это правда, да. Это правда. Отрицать не стану. Айзек. Сделай нас единым. Сделайте нас единым. Чет. Какая сложность. Ты не поверишь, дружище. Ладно, сейчас. Но максимальное. Максимальное открытое, чтобы ты понимал. И Unreal сложность, да? Да, это реально говорю. Это Unreal. Сейчас найду какой-нибудь, чтобы тебе доказать, дружище. А то ты, наверное, не веришь, что Сайд такой профессионал. И думаю, хватит. Да, хватит. Сейчас будем X качать. Да, если кто-то забыл, короче, если вы играете в эту игру. Выходите ее на сложные сложности. А это, если что, не так уж сложно, на самом деле. И потом открывается уровень сложности нереальный, как его называют. Честно? Честно. Вот кроме того, что вы тратите на некромофу чуть больше патронов, я разницы вообще не заметил. А, ну, да. Некромофы вас быстрее убивают. Это правда. То есть там, условно, если тебе на сложности надо было пять раз вкусить, да, обычному некромофу. Ну, здесь два-три, но особо сложности это все равно, ребят, не вызывает. Я не нажал кнопки. На легкой легкости. На легкой легкости вообще не знаю, что я никогда не запускал игру на легкой... Я нормально эту никогда не запускал. Я просто помню. Я тогда, когда я начал играть первый раз, эту игру, когда еще пиратом была, я тогда очень увлекался... Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Скажу, да. Согласно статье 54-69, уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Матиуса от должности. Обелиск. Необходимо передать церкви. Терренс, пожалуйста. Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель. Держите их. Держите голову. Убийца. Держите его. Он... он мертв. Вы убили его, так-то? Нет, это случайно. Я хотел остановить его. Поарестовать его. А это самое... Держите спросили. Во-первых, не помню, ты или не покупал этот Fire Engage. Вот. У нас сейчас заполнение этой полоски идет. Это, короче, совет пытается реабилитироваться за... Совет пытается реабилитировать свой бюджет после покупки этой самого Engage. Он, нет несчастья, ребят, только отправится 30-го числа. Вот настолько все печально в этом мире. Так что придется его долго ждать. Но обязательно стрим по нему как-нибудь я обязательно сделаю. Второй вопрос. Интересно, будет ли другие части? Да. Мы, смотри, дружище, как все сделаем. Смотри, дружище, как мы с тобой все сделаем. Мы сначала пройдем первый Dead Space. На следующей неделе пройдем арето ремейк Dead Space. Нереальный. Пройдем ремейк Dead Space. И потом пройдем вторую часть Dead Space. Разумеется, с озвучкой от CG Info. По-моему, у них так называлась компания. Компания. Группа разработчиков, разумеется, я имею в виду. Зараза, опять ничего не лезет. Что ж такое-то? И все. И на этом закончим. Третья часть, разумеется, я проходить не буду. Не нравится мне третья часть. Вот хоть убейте. Сюда я спрашиваю, сайдлукалиста протокол зашел? Давайте чуть-чуть его бросим. А Каллистов протокол, да, мне очень зашел. Мне правда очень понравился он. И мне очень жалит последних новостей про то, что компания Крафтона, это компания-разработчик, которая, напомню, владеет правами, которая взяла к себе в рабство Глена Скофилда, автора Dead Space. Сказалось, что не окупился, не окупился игра. С другой стороны, конечно, там есть такая тема, что они потратили на игру каким-то хером 160 миллионов долларов. Откуда? И куда, главное. Но, тем не менее, я уже понимаю, что все, да. Там уже надо думать не про то, что игра, вторая часть игры выйдет, а скорее про то, что... Надо думать про то, что будет ли вообще-то прододелываться игра. Потому что, как ни крути, все-таки у игры были проблемы на релизе и... Проблемы на релизе были и как-то надо было бы решать. Близ, еще не забывайте, что вот этот спайс... Блядь. У Калисто Протокол еще season pass есть, который, ну, вроде как говорят, что помимо всяких смертей клевых, еще будут добавлять в игру сюжет. Если кто забыл, то у Крафтурга... У Калисто Протокол был открытый финал. Там прям открытый-открытый финал. Из-за чего сюжет как бы не закончился. И вроде как говорят... Говорят, что этот конец сюжета будет как раз-таки в этом самом DLS. И честно скажу, я бы хотел посмотреть, чем все это закончится. Лишь бы локации не повторялись, а в остальном все нормально будет. Кто же знал-то? Калисто Калисто Протокол Субтитры делал DimaTorzok 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 Неприятно Субтитры делал DimaTorzok 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 С инвентарем, в смысле, что-то поменялось, но особой разницы я правда тоже не вижу. Только могу сказать, что определённо Warzone 2 хуже первой. Это я в свое истечение большого количества времени могу сказать точно. Не нравится мне вторая Warzone. Секундочку. Просто не заходит мне вторая Warzone. Ни в какую. Зона нормального давления. Я напомню, что они тащат какой-то выход, чтобы потом их просто в один комок сложить и потом из этого задать что-то под вибрации луны. Но мы в этом им помешаем потом. Где? Где ребёнок? Я слышу ребёнка. Пойдём сходим и заберём пока эти патроны всякие или чё-то. Ни сжитого дерьма так мало. Кажется, Ишимура не хватит братской луны, а тут он, ребята, работает примерно так, что типа сначала он в одном месте обелиск захватывает маркер, захватывает кучу народу, потом они собирают с другого места кучу народу. И потом это всё превращается в одну большую мёртвую луну. Единственное, что я всё ещё вроде как не говорил, что в этой игре несколько обелисков. Правда, сам обелиск он один, но ещё люди научились создавать эти самые обелиски, из-за чего это всё дело ещё хуже стало. Там целая генетология. Причём эта генетология, которая здесь появилась, она же появилась вообще по факту и только от того, что у людей в голове шептуны появились. То есть им просто потихонечку, потихонечку, помаленечку в голове начали рассказывать, говорить точнее, что им делать. Потом у них появились видения своих старых знакомых. А вот и ребёнок, кстати. Чё-чё-чё-чё-то они убиваются. Потом эти старые знакомые начали выходить с ними на связь. Потом они начали сходить потихонечку с ума. Причём забавно, что... Контрольный распределительный щит подключён. Система оживает. Почти готова. Там осеменитель, там осеменитель. Сейчас, сейчас надо аккуратно, аккуратно. Постоянно осеменить после убедителя. Успел осеменить? Успел осеменить. Успел осеменить. Не успел всё-таки осеменить. Слава Богу. Привет. Уже никто не будет плахать. Ребята, игре 2008 года игра, ребят. Какие спойлеры. Я лучше немножко про историю мира расскажу. Прикольно. Например, вот вы знали, это конечно в книге рассказано. Это макулатура, которую я терпеть не могу. Но в книге было рассказано вообще про первый контакт с этим заражённым. До того, как Альтер вообще начался изучать вот эту вот всю енитологию. Значит, давайте изучать, точнее, английский маркер. Рядом с этим шлищупом. Ой, господи. Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас. Я вспомню, я вспомню, я вспомню. Рядом с кратером Чикселупа, Чикселуп, куда упал, метеорит. Рядом с этим кратером было племя, у которых был поленобряд целый. Когда-то из этого кратера вылезали какие-то странные существа, приходила какая-то бабка, вскрывала себе горло, а вокруг этого самого труба плясали и сжигали этот труб. Такие вот любопытные детальки в книгах рассказываются. Проходишь на клавамыше или на контроль? Сделай нас единым. На клавамыше, разумеется. Я достаиваю, порт в целом хороший получился. Говори, Temple, мостику конец. Не знаю, что сюда пробралось, но не собираюсь дожидаться, пока оно вернется. Я направляюсь в себе заходить или попробую антилинис опять. Я Dead Space намного раньше, ну в смысле Dead Space намного раньше вышел. Вышел он намного раньше, чем история серии Барундукова. Я причем еще смотрел это... ТИ… ... ... ... … … ... ... Причём я ещё смотрел уже мультики по Dead Space 1 по крайней мере, который повествовал о том, как это вообще зараза начала распространяться. То есть они вот этот вот маркер доставили на Ишимуру и вызвали там помогать кого-то там или что-то в этом духе. И потом к ним пришла спасательная бригада и вот в этом мультике эту спасательную бригаду разфигали. Это я к чему говорил-то? К тому, что говно мультики по Dead Space. А мне не нравятся мультики по Dead Space. Ни первый, ни второй. Чё к чему, рисовка отвратительная. Фу, прям не нравится мне. Лучше бы и комиксы я тоже видел там. Правда, я этот комикс, я вот не помню кто его озвучил, но кто-то из русских определённо. Потому что я чётливо Stop Game озвучивал комикс, точно. Там, короче, мультиплицированный комикс был. Тоже рассказывается, как обелиск, только вот обелиск как попал на этот самый, на Ишимуру. И он нарисован был крайне хреново. Дядяки написали, там музыка была хорошая, а я даже этого не помню. Мне настолько вообще не въелся в память этот самый мультфильм. У меня почему-то даже мультфильм по Данте Инферно больше запомнится, чем по Dead Space. Кровища много. По-моему, в том же аниме дофигища кровища. По крайней мере, раньше было. А про красный и чёрный обелиск я уже, по-моему, рассказывал, да. Что, с кем отличить рукотворное обелиск от нерукотворного. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет на корпус. Я помню это место. Дурацкое совершенно место. Побежали. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Чё, нет никого? А-а-а-а. Там ещё такой перьящий звук, блин, был. Мы открыли ли я сериал по нератом, а тебе первую серию. Я чё-то не совсем понял, зачем этот звук нужен. Там же вообще никаких отличий от... Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. От стимин, вообще никаких отличий от... Бля, сейчас я сформулирую, сейчас я справлюсь. Я добегу? Да, я не побегу. Со второй серии отличий и пошли, понял. Окей, сегодня погляжу. Сейчас стрим закончится, и я погляжу, пожалуй, тогда. Я прям реально не с тем понял, в чём прикол этого мультфильма. Но в первой части, в первой серии вообще никаких отличий не было. Там только, ну... Я, по крайней мере, не помню, чтобы робота вот этого... Голиафа его звать. У него были тентакли из-под воды вытаскивались. Я, по крайней мере, этого не помню. Так вообще отличий никаких. Там, блин, буквально взяли... Первое прохождение, вот это вот. И его скерстили со вторым прохождением, когда играешь за NNS. И всё, отличий больше нет. Это... По-моему, это как-то странно было. Я причём не могу сказать, разумеется, что получилось красиво, на самом деле. По-моему, вот это вот опять сраный CGI, когда там они летали. Это прям отвратительно было. Я очень не люблю CGI, как вы могли заметить в аниме. Поэтому, бля... Я не могу сказать, что мне понравилось. Вот то ли дело в этом. В моб психо. Там, по-моему, вообще CGI нигде не используется. И там так красиво, так хорошо. А этот полёт есть? Серьёзно? А-а-а-а-а-а, я так, смотри. Я так всегда проходил. Закрывайся дверь. Я скоро задохнусь. Серял палату пас? Да, глядел. Потом мне понравился. Мне очень понравилось. Мне особенно начало очень понравилось. Нам сейчас тут надо, ребят, стрелять. Будет по астероидам. Я лучше с вами пока про друга всякое поговорю. Вот сериал палату пас мне реально хорошо понравился. Я согласен. Чатики написали, сериал палату пас нагнали рейтинга лучше в сериала. Я согласен. Я с этим согласен, что рейтинг у него явно завышенный. Это обычный... Ну, не обычный, конечно, всё-таки хорошо снятый. Но всё-таки, тем не менее, не 90 баллов. Разумеется, нет. Я с этим не согласен. Но, тем не менее, сериал мне понравился. Так, ну поехали. Это пушка, генератор частиц. Так что ты спокойно разнесёшь любую среднюю. А что я хотел сказать-то? То, что мне сериал понравился. Потому что это начало. Мне очень начало понравилось. В игре как-то вообще очень мало. Вот этот сегмент связан с серой. А фильм прям дофигище. Там рассказывается... Знаете ещё вот этот момент, когда... Вот всё ещё... Поначалу всё хорошо, а потом начинается. И вот это никогда ещё не началось. Но что-то явно не так происходит. Вот оно очень классно в игре. Мне прям очень понравилось. Многим ещё, я знаю, понравилась Сара. В принципе, по сравнению. Элли не понравилась. Мне обязательно. Сара нашла. Она не супермену, мне кажется, вообще рада, если бы зашла на бой. Элли. Она немножко некрасивенько попадает. Но... Она ещё вырастет. Вы знаете, это странная... Странная идеология от девушек. Они могут в первых пяти классах выглядеть страшненько и некрасивенько. А потом... А потом... А потом кладби начинают пацаны горляться. Смотри. А потом у них ещё только я ставим, а потом весь пас начинает горляться. Так что дайте девочке пригости. Она ещё пригости. Будет ещё симпатично. Я почти не починил эту штуку. Осталось совсем немного. Очень сложно загадывать. Потому что мы решили далеко очень вверх. Этап. Нашилось пока. Да. Я не знаю, что я не буду. Хотя он тут главное. Потому что патерольдов искаловался. Как счастье. Но это наверное сложно сейчас меняется. Но я... Снова бы исправился. Видите на геймпаде такое. А кстати да. У нас сегодня чувак говорил, что он не прошёл одновесное на геймпаде. Или мисс кастра. А я не согласен. По-моему девочка очень хорошо сыграла. Но чисто внешностью да. Разумеется это без каст. Это без вопросов да. Но в принципе девочка хорошо отыграла. Ну мне так кажется. Зона невесомости. Нельзя перепрыгнуть. Охуеть. Охуеть. Сайдет прошедший игру десять раз ребят. Дамы и господа. Сайдет прошёл десять раз игру блять. И только сейчас узнал, что в этом месте можно летать. Охереть. Вот это я понимаю. Геймдизиган. Охереть. Охереть. Вот это я понимаю. Геймдизиган. Охереть. 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 простите меня щатик вы хорошие вы не поверите что-то отравляет воздух гидропонной системе и выделяет атмосферу какую-то органическую очень скоро нам нечем будет дышать я расшифровала данные анализа сколько прошу прощения ребят я бы не очень хотел себе режим сна нарушать потому что он нечиск идеален можно изготовить яд чтобы уничтожить эту штуку отправляйтесь на медицинскую палубу думаю там должно быть все необходимое когда все это хочется иди на мед палубу и приготовь тот коктейль о котором говорит кентр и я пока пойду в отсек гидропоники постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени у меня с ним постоянные проблемы я пока что более-менее научился его сдерживать короче короче по поводу last of us мне сериал понравилось мне очень понравился момент когда в игре фильме разумеется вот на часа вот начало самый фильм понравилось когда там вот был период когда еще не началось зомби апокалипсис но еще и и но еще но уже началось что-то нехорошее присоединить там машины плата уезжают девочки там что-то странно себя бабка как-то скрючилась непонятно мне этот момент очень понравился вот эти 20 минут это лучшее что было в сериале но пока что на данный момент разумеется и я в дальнейшем буду разумеется смотреть фильм 20 фас реально классно а девочка девочка она вырастет я хотел сказать девочка просто надо и вырасти более у нас у всех девочек были у нас я имею ввиду на школе девочки все были страшненькие до 5 до 9 класса они были страшненькие а потом выросли все красавицы за исключением трубниковая на стрёмная таки осталось да ну в общем да так что дайте девочки вырасти ребят девочки 20 лет вот это неудача конечно вот этот поворот ребят боюсь я веду все пошел почему мне он приедет только после 30 а телу а ты уже в него играешься раз свободы признавайся где-то был так быстро отвечай отвечай сержант свободы я знаю что ты тут и не скроешься от меня на эмуляторе он играет все понял на эмуляторе окей на эмуляторе окей а я вот хочу вот я вот хочу себе чтоб не картридж был я хочу этих девочек достать скобой в туалет я хочу играть с этими девочками в этом самом на работе разумеется на работе в туалете я я пожалуй картриджа дождусь плюс я вычисли сейчас могу продать вроде как игра хорошая получилось так что я думаю ничего страшного если заказал давите давить ну ребят есть ну по крайней мере эти самые по эмблем которые придумал офигенная игра ребят я не шучу я знаю вам может не нравится аниме ребят но игра хорошая в итоге айзек я уже здесь чувствую отравленный воздух эта дрянь распространяется быстрее чем я ожидала слушал я изолировать но много времени мы не выиграем нужно уничтожить эту штуку стиль активы найдешь химической лаборатории ой я помню туда все я вспомнил это говно да это странная миссия где надо будет заново пройти от локации ну ладно не страшно ты не в силах помешать божьему промыслу естественный порядок ты так же слеп как и все я хочу сказать да я хочу сказать что я в первой части и первой части я хочу сказать что первый при хаусе короче не смог собрать свой идеальный гарем воительниц я по крайней мере постараюсь в и я очень надеюсь что в энгейже смогу этим заняться я если если мне конечно понравится хотя я уверен он не понравится так что все будет хорошо файер эмблин ангейдж дружище это игра в жанре короче есть такой жанр старенький очень тактический рпг называется тактический g rpg старый-старый жанр еще первая часть я для меня его совершенно шинин форсу этот жанр и в целом жанр к этому моменту уже к нашему моменту в целом можно считать мертвым но нинтендо нинтендо там кстати вылечу но нинтендо у нинтендо есть серия форемлинг из таких игр и я вот его очень ждут сегодня бочки пропадают rssk спасибо тебе за 285 рублей дружище спасибо тебе большое дружище и ты скоро сделаешь нас иди ты напалай ну почти что наполовину или наполовину моё зрение плохое ты почти что наполовину сделал нас едиными спасибо тебе дружище это типа финал фэнтези тактикс да и это engage и короче еще раз покажу в прошлом стриме это показывал вот вот я изначально очень хотел эту себе игру приобрести и я наконец-то приобрел здесь вот такой вот огроменный рост персонажей вот вы его тут более-менее видите должны и из этих персонажей можно всячески романсить и из этого я хочу до себе короче вот купить хочу себе так бочку бочку потеряли а просто теряйся а 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 обрывается чат такой звук передавлен это кстати помните вот на стенах висели такие вот чуваки у которых кишки слегка выпадали да помните такое дело вот в этом со временем вот эти вот чуваки которых называют стражами кстати они потом эволюционирует или мутирует вот в такое существо причем чё забавно вот это вот головка его это его головка она функционирует то есть это обычный человек который но просто превратился в такую вот ебаку и чё прикольно это я вообще узнал только из собственно истории серии бурундукова уэса или флина я забыл то я делал узнал только когда вы его убиваете если хорошенько прислушаться то можно услышать как чувак с облегчением умирается умирает с облегчением сука чат так что это аккуратнее как я постараюсь сейчас не потерять бутылку господи блин бочку 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 не потерять бутылку блин я как денис уже договорил прислушайтесь 1 а а и и и и и О! Ребёнок! Ребёнок! Ебучие дети нахер. Кто с вообще придумал? Ты рядом в хим-лаборатории. Когда найдёшь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, какие они могут быть. Сайт... Был ли сайт ребёнком? Вы, кстати, удивились. Нет, ладно. Я, знаете, честно скажу, я из своего детства вообще практически ничего не помню. Я только помню, как меня мама из канавы вытащила однажды. Это были 90-е. Какие-то придурки там что-то строили в парке детском. О, не в детском парке, а... Раньше я жил, короче, если я показал, когда где-нибудь я жил, показал назад, там был парк рядом с ДКЖ. И там какие-то придурки что-то там строили. Разумеется, парк продали кому-то. Там что-то строили и сделали, короче, огроменную канаву. И это они откопали и летом, и на зиму они оставили всё как есть. Разумеется, канава посыпала снегом, лёгким слоем льда и всё такое. И там везде была вода. Канава глубокая. И я, когда мы с мамой гуляли, это давно-давно, опять же, маленький себе был. Маленький гулял, короче, по парку. Я такой смотрю, о! Классный сугроб! Прыгивает сугроб, а под этим сугробом, сука, канава. И я туда вниз улетаю. И единственное, что я хорошо помню, так как мама меня каким-то образом зашкварник взяла, я всё равно упал немножко в воду, там, по колено в воде был. И я вот это... это единственное, что отчётливо помню из детства своего. Так что, было ли у сайта до детства, вопрос интересный. И вот мы здесь, да? Из канала вытащили, да? Охуительная история, конечно, да. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. После этого ты фанатом Ванилы стал? Не, после этого я... Я стал ценить свою жизнь или очень любить свою маму. Любите своих мам, ребят. Как бы нынче это тяжело не было, но вы обязаны любить моих своих мам. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла. Понимает, что я делаю. Лог пациента обработан. Нанесены необходимые метки. Что собирать и делать? Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Дааааааа! Слушайте. По поводу... Час человек про Хентай сказал. Мне тут, короче, какую-то странную хрень выдало. Я не буду об этом говорить. Нет. Пожалуй, нет. Я не хочу от Бога отдалиться. Я хоть и атеист, но я все равно не хочу. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Синтез антигена завершён. Что ты делаешь? Пожалуйста, заберите капсулу. Водьба за жизнь достойного смещения. Но твои потуги на просторе. Хотя, может, люди как МИД не так безнадёжны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы. Но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век. Свою борьбу. Наше будущее. Твое будущее. Будущее нашей расы. Оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества. Детьми, которые заменят нас. Нашим лучшим творением. Регулярный игрок за 3300 рубля. Очень вовремя музыка. Короче, перед нами регенератор. О, да. Регенератор. Это, короче, вот этот чувак, который сейчас за стеклом был. Он ебанулся из-за Беллиска. Да? Понимаете? И, короче, начал создавать своих некроморфов. Какими-то там неведомыми опытами. Вселять, вонзять, втыкать, я не знаю. И в обычных людей некромов, в итоге у них получился... У него получился регенератор. Это некромов, который может... Что делать, чат? Регенерировать. Регулярный игрок, еще раз спасибо за 3300 рубля. Я не помню, сказал тебе спасибо или нет. Но, тем не менее, половину мы вроде как добили. Да, определенно добили. Так что мы теперь с тобой наполовину едины. Спасибо тебе, дружище. И... Гача-механика есть. Ах, где ее нет нынче. Помните, Серегу я спрашивал про... Боится ли он с удовольствием или нет, да? Вот, это относилось к этому моменту. К этому самому регенератору. Почему-то, почему-то... Серега очень боится врагов, которых невозможно убить. Я не знаю, почему. Но, тем не менее, да, он этого реально боится. И я тогда у него спросил. А тебе, ну, тебе нравится это бояться или нет? И в итоге у меня получилось, что боишься ли ты с удовольствием. Так что вот мы узнали оригин этого дерьма. Ты не сможешь убить это, Айзек. Оно постоянно регенерирует. Убирайся оттуда, беги! Бегу-бегу. Оно еще будет преследовать нас по реальным... Буквально преследовать начнет. Кто-нибудь есть? О, говно, говно, говно! Кенгра, кто-нибудь? Хэммонд, ктичер, поберите на мостик. Я добрался до тех, как и дропоники. Поршивые дела. Восемь блоков. Почти не могу дышать. Это органическая дрянь тут повсюду. У меня глаза и счет. Сейчас ничего не вижу. Теперь найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследует. Вот, в чатике написали, кстати. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. В чатике написали, что это, кстати, реально похоже на правду. Он вживлял, вот этот доктор, вживлял клетки некроморфов в живых людей. Судя по всему, вот он лабешник. Не, тут понимаете, в дальнейшем появятся чуваки, у которых лоб пробит. Вот, видимо, я про это имел в виду. Не противники, а трупы. Ну, еще, наверное, важную деталь сказать, что, как вы могли заметить, обелиск работает по-разному на разных людей, в зависимости от их умственных способностей. То есть, в мультике, по крайней мере, это показывалось, что, типа, если чувак тухой, обычный зэк, да, без особого образования, то он просто начинает слышать обычный белый шум, и этот шум начинает сводить его с ума. Если человек чуть более образованный, оно начинает, как сказать это правильно, среднего образования, человек среднего образования, технического среднего образования, нет, простого среднего образования, гуманитарий. Если человек гуманитарий, то он, короче, начинает сходить с ума, вот потихонечку, знаете так, начинает религиозный экстаз ощущать. Если человек техническим образованием, высшим техническим, то, как наш Айзек Кларк, то на него очень, не очень хорошо работает этот самый обелиск. Из-за чего он довольно долго может ему сопротивляться, но в итоге все равно падет под его натиском. Под натиском этого самого сигнала, который издает обелиск. И еще существуют люди-ингибиторы, так называемые. Это люди, на которых обелиск вообще не работает. То есть есть катализаторы, наш Айзек, и есть ингибиторы. И таких людей во вселенной Dead Space было вообще, по-моему, всего два. И, кстати, все девушки. Что забавно. Если в гуманитарной... О-о-о! Ой-ой-ой! 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 Уи! Не годите только ради бога. Черт. Куда еще живой? Что-то все время блокирует двери. Я взломала защиту! Вперед! Вперед! Что-то из тех, как они-то смогут убить обоносить. Вперед! Так, скотина. Слушай, ты посрал. Я же тебе все отстрелил. А, нет, не все. Ах. Перепернул, я слышал, под конец. Классное, классное внимание к деталям. Кроме Дим Юрища. Не, я думаю, у нас все сдохнут. Дим Юрищ, он это только по... Ладно, Дим Юрищ, Дим Юрищ тоже, короче. Но я бы, наверное, я бы был бы этим. Я бы первый бы сдох, короче. Женщина какая-то. Давайте спросим, как у нее дела. Нет, смотри. А как же хрен, вокруг которого построен церковь и металлогий? Это как раз таки катализатор. Он также мог сопротивляться за счет своих умственных способностей. Это сейчас про... Сука, мне из головы ими вылетело. Альтмана, спасибо, ребят. За счет Альтмана, который, кстати, отсылка к... Ладно, потом об этом. За счет Альтмана. Альтман, он также, как и Айзек, был довольно умен. И на него очень слабо работал катализатор. О, катализатор, говорю. Обелиск. Когда его в первый раз начали спускаться в эту впадину, в кратер, в смысле, Чуксулум, у него постоянно были напарники, которые просто моментально сходили с ума и даже однажды пытались его убить. В одной из своих путешествий к этому самому кратеру один даже его напарник просто вырубил его. И в итоге, когда он очнулся, его напарник смотрел на этот самый обелиск и пытался разломать окно от батискафа. Они на батискафе спускались, да, разумеется. И тогда первый раз самый... И тогда Альтман убил своего напарника и вот начиная с этого момента у Альтмана начала потихонечку ехать крыша. Причем он закончил тем, что однажды у него была девушка и когда девушку убили, он этого не знал. Он очень долго в своей камере, когда его заперли, очень долго разговаривал с этой девушкой. И только когда он пытался выбраться из этой базы, он только тогда понял, что девушка мертва, а это всего лишь галлюцинация была. Такая вот любопытная история. И почему Альтман вообще является основоположником церкви и юнитологии. А все просто. Злые корпорации, ребят, злые корпорации, да, создали веру и юнитологию, а Альтмана сделали ее пророком просто потому, что им нужен был какой-то пророк. В один прекрасный момент Альтман что-то типа принца инференции сделал, чтобы разоблачить эту самую корпорацию, которая искала этот самый обелиск-маркер. Но в итоге вся эта корпорация обернула все против него, Альтмана убили и сделали мучеником. И с тех пор все поклоняются Альтману. Альтмана убили. А ей весь... Она смеется, вы что, че-то? Просто анекдот вспомнила, что вы в самом деле? Вы еще никогда не были в ситуации, когда вы идете по огромному окровавленному коридоре и смеетесь над окровавленной кроватью? У каждого такое было в жизни. Что вы в самом деле? Что-то надо для этого трубопровода убирать, этот самый трупорезку, в смысле. Прям очень много патронов на него падает. Неприличный, я бы даже сказал. А это помните вот этого доктора, который у нас там выходил с нами на связь? Вот мы нашли его лабораторию. Ну, в кавычках, разумеется, лабораторию. Личный дневник доктор Кэлус Мерсер. Обращаться прекрасно, реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой. Хотя Амелия Кейн умерла несколько лет назад. Росток леток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Давай поглядим. Хорошо, да. Доброй ночи, все равно свободы. Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Отказ системы для обеспечения. Отказ системы для обеспечения. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Надо успевать. Надо 60 секунд до успеть. Потому что там вроде как довольно тяжело будет пробежать. До встречи. Давай, давай бегом. Что хотите, что дети нападают? Ух, ух, ух Ух, 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 ух. Возвращайся в лабораторию. Ааааа, но не задумал. Делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю этот экран. Ух, ты, somebody who can. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты, и попробую определить его координаты. А ты пока решай все компоненты. Астазис мы продадим, баллон продадим. Где две пупорезы продадим. Что-то надо, мне кажется, его вообще продать, потому что реально фиг, чем дронов в него падает. И еще возьмем парочку силовых узлов. Черт, я надеюсь, мне на броню хватит потом. Что тут ломается? Надо ломаться. А птечку-то я не купил, да, чат? Эх, мы на диете из аптечек. Нормально. Все будет нормально. Я здесь только заранее подкачаю. Засуну в себя. Все будет хорошо. Это дверь. простите точно да не напугать дверью нахуй это обычная дверь которая закрылась и вы сейчас и еще сколько звук дали как будто что страшно на тебя напала она может напугать дверью или да вот и похилились дорогая была я попозже мне пацаны и продали говорят что она как иском только лучше и поэтому я обязательно обязательно куплю но попозже ладно я я очень люблю их ском поэтому я обязательно возьму просто там комиксы а комиксы я не очень люблю но поиграем за обработка запроса пожалуйста ждите я обычно игр покупаю пожалуйста заберите капсул надеюсь яд подействует сейчас заплакал как с каждой я начинаю восхищаться силы твоего духа пусть ты не ведаешь что творишь думаю да думаю ты должен увидеть весь замысел тебе не стоит отвергать предложение размруя ты будешь свидетелем а что вот самая страшная чатка подскажите мне ваши страшные вещи которые вам запомнились я почему-то все еще для меня самое страшное это девочка из феера там был короче момент когда ты поднимаешься по лестнице ты начинаешь подниматься по лестнице а девочка из угла такая выглядывает на тебя и уходит обратно ты поднимаешься по лестнице и она перед тобой вот перед тобой вот вот это для меня самый страшный момент в жизни был еще встреча с левиафаном скорее всего будет сабнафтики а вот у вас какие помните какие нибудь страшные моменты вот вы можете к ней вспомнить разумеется но и мог в сайлент хил втором да мог сайлент хил втором это пиздец он он я он не громкий он нити на тебя ничего не выпрыгивает он сам по себе очень нехороший он ты чувствуешь что это них это нехорошее место идти отсюда на убега убегать самое страшное иголки из второй части а что такое иголки из второй части самая музыка сайлент хиле да кстати у него очень хорошая музыка в этом плане самая страшная когда лет в 12 тебе говорят ложится спать а потом ты часа потом спустя два часа слышишь как слышишь шаги позади себя это хорошо это очень хорошо было иголка в морге могут быть только отдельные типы не там там понимаешь там просто если сейчас по сайлент хил как разумеет а 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 Загадывает. Ой, ой, идите, идите, идите! 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 Цикл заморозки завершён. Транспортирую пациента. Будем надеяться, мы больше не увидим это. Я смогла взломать установленную мерсером защиту. Рядом есть ещё одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидрофоники. Давай считать, что времени хватит. Если ты будешь в морге... А, да. Нет, там, понимаешь, там настолько... Silent Hill 2 настолько грамотный, настолько великолепный, настолько лучезарный, великолепный, очаровательный и так далее, что там они выпустили тебя в морг. Морг вообще ничем особо не выделяется. Это одна маленькая квадратная локация 4х4, да, условно? Условно 4х4, просто я хотел сказать, что квадратная. И там стоят вот эти отсеки, куда кладут мёртвые тела. И оттуда просто торчат ноги с бирками. Ты, только что проходя обычную, не шумную, абсолютно спокойную, ничем не примечательную локацию, которая отдаленно напоминает какие-то жилые помещения, простые помещения, просто как будто здесь когда-то жили люди, потом это здание резко заброшенным оказалось. Ничего особенного, ничего страшного. Ты ни с того ни с сего, просто спустясь на лифте, длинно на самом деле, оказываешься просто вот стоит кадр, сверху на тебя смотрит кадр, и вокруг тебя постоянно какой-то очень такой звук пронзительный, очень неприятный. И просто вот огромное количество мёртвых тел свисает из этих самых вот отсеков. И повторюсь опять же, это не страшный момент, это просто он сам по себе какой-то очень нехороший. Как будто вот это, знаете, вот, я не знаю, это просто в том месте очень неприятно находиться. И почему-то это очень сильно на тебя давит. И Silent Hill 2 именно что не пугает, как вот закрытой дверью, да, он именно что всю игру на тебя постоянно давит. Он, знаете, он начинается довольно спокойно, и потом вот медленно, равномерно начинает на тебя давить. Постоянно давить. Событиями, музыкой опять же той же, которую сказали, которую похвалили в моём чатике. И это вот особенность этого Silent Hill 2. И это прекрасно. Вот это, наверное, самая страшная игра в моей жизни, которую я могу сказать. Есть ещё, конечно, Subnautica, но Subnautica по другим причинам страшная. Обязательно поиграйте в Silent Hill 2. Не ремейк. Я всё взял? Да, вроде всё взял. Стой, господи. За четыре года испугался динозавров на логотипе C. Я, кстати, знаю, я, кажется, знаю, что это игра. Была такая игра, Jurassic Park называлась, первая часть. И там, да, там динозавр очень резко начинает орать на тебя с главного экрана. Я понял о какой-то игре, да, я регулярный игрок. Классная игра, классная, да, было. И, да, ещё немножко про музыку в Silent Hill. Там очень много использовалось именно сверло... Сверло, блядь. Зубного... Бор называется, по-моему, этот инструмент. В музыке Silent Hill 1, если мы говорим, очень часто этот инструмент использовался в создании музыки. И это само по себе... Я думаю, тут никому не нравится этот звук. И это очень сильно давило на психику просто за счёт звукового сопровождения. В Silent Hill 1 очень гениальная и простая музыка, на самом деле. Но капитан издал запрет на полёты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им, хотя бы свежими фруктами? Сколько трубок. Хо-хо-хо! Господи! Никогда не стойте рядом с унитазами! Покупаешь ли ты картриджи для Switch? Да! У меня, короче, мой, наш хороший зритель, он сейчас где-то отсутствует, но он подарил вот такую вот штукенцию. Вот такую вот штукенцию. И я хочу заполнить эту всю штукенцию. Вот. Поэтому, да, я покупаю картриджи. Картриджи, чем заполнить? Заполнить? Я думаю, где-то всех с людьми хватит, чтобы его заполнить. Ну, игры, конечно. А, где, бля? Продон, продон. Извини, тоже сейчас. Я раз неправильно прочитал твой вопрос, я... Я тебе отвечу тогда вот таким вот образом. Ну, копируйся, дура. Это не реклама. Мне за это ничего не будет. Вот здесь я все покупаю. Хороший, качественный сайт. Ни разу не наебали. Игры, которые там... Которые приходят... Они приходят с запозданием, потому что там реально картриджи. Ну, буквально картриджи. И поэтому тяжело их доставать. Но цены здесь кусачьи. Очень кусачьи. Но, тем не менее, все грамотно, красиво доходит. За свет у лица, да. Все. Вот здесь я покупаю игры для свича. Спасибо. До свидания. Включен режим полива. А, это... Это пшикалки были. Это пшикалки были. Сейчас все хорошо. Хорошо. Хорошо, что ты цел. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Я саперси на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе. Думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них. Раздувшегося. Они выделяют яд. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэмонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзеку. Я сканирую помещение. Он прав на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Айзеку спрашивают, выходило ли что-нибудь со времен самоизоляции, что-нибудь такое интересное. Я, честно говоря, не вспомню. Правда. Ну, кстати, в этом в Resident Evil Village был хороший момент с особняком. Мне он очень понравился. Мы скоро найдем космический анус чат. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Эээ, нет, надо, 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 это побереги, пока. Ну, пойдемте туда, ладно, хрен с ним. Будем по этой, пройдем. Подарелый ингредиент. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммоном все ок, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас на ВКВ. Шшшшш... Что, тут ничего нет, что ли? Эм. Входа и падла, ничего нет. Жаль, не популярная. Форрывы-то, конечно, не популярны, дружище, но это всегда так было. У них был период классный, когда они... Что, почему? У них был период в истории, когда они были популярны, но он потом, разумеется, закончился. И потом, либо людям просто банально приелось, либо им не нравится на самом деле пугаться, хотя мне кажется, что им не нравится бояться. Это одна из эмоций, которые очень легко вызвать у человека. Ну, вообще, на самом деле, ни хрена не легко, но не так выразилось. Я имею в виду, это одна из эмоций, которая гарантированно нам даст эмоции. Как-то так. И поэтому... А людям нравится, когда у них эмоции возникают. Поэтому людям на самом деле нравится бояться. Но не всем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как много. Пошел, махер. Пошел, махер. В чате, как и написали хорошую вещь на самом деле, человек написал, отопили и хоррор просто привыкнут, и будет уже на все эти скримеры пофиг. А так и случилось на самом деле. Помните, был какой-то прекрасный момент засилия, засилия, буквально засилия низкопробных хорроров из Гринлайта, если кто-то помнит вообще что-то такое. И я считаю, что вот в смерти жанра хоррора, отчасти виноваты они на самом деле. Потому что их так много было. Их так много было, и они все такие плохие были. Ну, были хорошие, безусловно, были хорошие. Тот же CryoFear, например, вылез как раз таки оттуда. Но по большей части все-таки они были низкого, крайне низкого качества. Они все были крайне низкого качества, из-за этого они довольно сильно отпугнули аудиторию. То есть там буквально любой тыкни, как он... Боже мой. Ладно. Там буквально любой, в общем. Короче. Буквально любой можно было взять, и он окажется плохим. Такие вот дела. Это ФНАФ и Хаги-Ваги. Ну, феда в том, что... Ну, я понимаю популярность Хаги-Ваги и ФНАФа, на самом деле. Потому что взрослую аудиторию напугать этим самым, разумеется, невозможно. Да, вот этими Хаги-Ваги и... Кто там еще, господи, забыл. Не суть. А вот молодой аудиторией, они не будут играть в игры типа Dead Space. Потому что страшно, и 18+, не забывайте об этом. Продать вот такие игры, как Хаги-Ваги и ФНАФ, достаточно просто молодым людям. Потому что там ни крови, ни расшильенки особо нет. Там только есть скрибы. Которые по какой-то неведомой причине не считаются за... Как это правильно сказать? Не считаются за 18+. И поэтому эти хорроры можно продавать детям. Дети не могут играть в игры типа Dead Space, потому что кровь кишки расп... В смысле, кровь кишки страшно. Но дети могут играть в Хаги-Ваги, потому что там детские игрушки делают... ...в экран. Такая вот странная жизнь. могут играть они но это в нашей россии кличезаны я так понимаю родители не следили за чем чем мы играем в америке и странах европы это довольно сильно это важная деталь там мы скажем так это центр не просто так появился так что у нас все по-другому ребят просто было у нас наше старшее поколение но не понимает я щас про зубиться про свою маму ваших пап мам и так далее бабушек и дедушек они просто не понимаешь они принципе все распределяют как детское как детское какое-то увлечение а на западе там эта игровая индустрия была довольно долго то есть она началась буквально если у нас игровая индустрия началась в стране с дэнди по факту те как вы себя говорю конечно у нас было это тетрис еще все такое но тем не менее вот в масс игровая индустрия вошла как раз таки с дэнди и так с тех пор вот для наших мам пап отцов мам пап отцов это все стало такой детской забава поэтому не следили за этим делом а могли бы и слава богу что не следили смысле внимание в отсеке переработки воздуха замечен токсин ремонтные бригады 18 плюс минус игра хорошая это мы да 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 нет нет ни одного такого диска но короче у нас был диск с игрой пиратский разумеется диск с игрой какой-то такой дерьмовый я даже не помню что за игра была какой-то штан был но это неважно и там на экране была надпись ну была голая женщина как голая с ниточкой ниточка понимаете да и в трусах ну как трусы ниточки это был горький 17 это был горький 17 это был не был шутером и короче и там написано такая блямба огромная 18 плюс мат обмата обнаженкой что там еще написано было и разумеется маленький дядя сайдов купил эту игру потому что там были там голые сиськи были ниточки только никакой лифчик был что там его лифчик это этот просто ниточки были может не горький ядер на тимбит нет скорее всего это была какая-то рфпк значит скорее всего это был горький ядер на тимбит у нас был тоже был но он там джевел у нас где-то был он гулял по району но он не у меня был из-за 18 плачки о да у нас короче тоже продавали и продавали хуевую версию если кто-то был то первого санскрита в один прекрасный момент слили и там у многих была версия не пропащенная условно да там 00008 версия и у нас на тоже было все все лавсе играли в нее она у всех лагала причем это были настолько настолько нам хорошо было что мы были абсолютно уверены что если мы купим нормальную лицензионную версию на все лаги пропадут как думаете они у нас пропадали спойлер нет у нас тоже просто был был но он как-то знаете игра просто очень странно просто очень странная игра потому что вроде вроде ха 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 хи хи там можно писать и что-то еще делать но почему-то у нас просто только именно вот играли мы приходили кому-то говорили типа смотри тут можно писать людям на лица и писали людям на лица потом закрывали игру и играли и дальше играли в айсити вот такого у нас просто у вас никто ее не прошел вообще я не знаю я нет нет я абсолютно уверен что из моих друзей никто не проходил самый первый второй просто прошу прощения я да я точно уверен в этом зона невесомости еще котику нет зараза у меня я понял каком-то рисочки да там было жить там две женщины обнимали безымянного это главный герой готика у меня этот диск есть дружище от русаби тема я понял о каком ты говоришь так классная обложка было но там понимаешь там была игра хорошая и поэтому как-то не обращал его не обращаешь внимания на голые сиськи на коробке где ребенок ой не та кнопка ой 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 скалькулировано скалькулировано идеально скалькулировано что-то 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 только на ютубе 59 лет прошел а я прошел посту знаешь даже не на ютубе ну в смысле я на ютубе его прошел я прошел короче я вот не помню это я дает фульф или нет вот фульф был но был короче ютубер который проходил игры рассказывая про эти игры то есть вот он буквально потому что он просто и грубые катки пересказ этих игр делал я вот таким вот образом прошел просто потому что проходить проходить эту игру мне вообще никакого желания не было что я не влезаю давай вот так полетели я продам короче это дерьмо что-то мне она не нравится зона гравитации а стоп не здесь алфавит что ли очень странно вроде здесь должен был быть алфавит можно пройти после 2 никого не убив прикольно кстати я не знал по-моему об этом говорили но я не помню об этом какие дарксоут без перекатов но дарксоут без перекатов можно пройти кстати это правда берешь кавеля берешь кольцо волка и проходишь дарксоут без перекатов это работает это реально рабочая схема нет на инженерной палке не знают где он я в курсе что на корабле общая тревога потому и ищу его нет у нас пока порядок но транспортная система не работает и мы не можем добраться до спасательных шлюпок алло эй ой обычный мальчик и Кстати, знали, что вот эта книга, помните, я рассказывал про Альтмана, книга была, мученик, которая называется, если верить истории серии Барандукова, Бесса, то вот это в книге описывается первое появление, это вот именно этого Некроматва, то есть из-за этой впадины именно вот этот Некроматв первый раз появится. Аптечек нет. Неплохо, жить будем. Это курильщик, вообще у них какое-то название есть на самом деле. Я просто не помню его, реально. Я их просто дыхунами, курильщиками звал, да, дыхунами, блять. Дыхун. Дыхун. Он будет дыхун с этого момента. Дыхун, блять. Дыхун, 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 как-то так его звал, ну, короче, пускулинищик будет. Так. Всё, разбавляем на СГ, две походили постел. Внимание, на продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. Чё-то вы меня развратили, я подумал, что там Денин, блять. Фука. Так, спокойно. Да. Дети, дети. В смысле, а куда? По животу не попади, главное. В смысле? Не, не работает. Да. К счастью, можно беременного топтать. К счастью, к несчастью, не уверен. В смысле, чё? Кого я не убил-то? В смысле, чё? Кого я не убил-то? Это, кстати, очень крутой момент. Я только не знаю, почему-то мне казалось, что она там громче должна была быть. Но, ладно. Имеем, что имеем. А теперь назад. Да, там же вторая дверь была точно. Как я мог забыть про вторую дверь. Пенсек. Сделай нас единым. сметель по трубам позарился посмотрите на него да женщина хочет любви и ласки чего представить давайте искать женщину че вы может быть трубка да с какой бесконечное сияние да ой как хорошо как раз игра только радости дарит и надеюсь никто на меня больше не нападет пугай меня если нам не нужна женщина мы в киншине только женщин трогаем дружище еще как нужно нам женщина ты думаешь мотивацию айзека съебаться с корабля ты думаешь айзека мотивация съебаться с корабля нету свою женщину ищет дужище уважай там тяночки чем тебе это не тяночка что-то что-то против николь имеешь я тебе дружище отвечу что мясные тянь гораздо лучше я не не перестану это повторять айзек сделай нас едим айзека мотивация айзека мотивация ну-ка ты менять семейки можешь ну-ка давай Класс Смерти в Dead Space тоже офигенные на самом деле Так давайте мы трупы пока Уберем Чтобы они не мешались Тут есть короче офигительная смерть Тут есть один враг Который состоит из многих маленьких частей Все забрали И когда он вас убивает Он отрывает голову Айзеку И вместо его головы встает вот эта маленькая голова Офигительная анимация Если я найду этого противника сегодня Я обязательно его покажу Он реально очень крутой И еще тут есть классная анимация Ой сайдет Ой сайдет Ай да 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 кстати да Правда да 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 я его встречал сегодня Я просто пробежал мимо него Точно да да был уже такой враг Но мы постараемся Это реально классная анимация Еще есть анимация После убийства один из противников смотрит в экран То есть буквально там Смотрит на вас Классная анимашка Взрывная техника это явно не мое Я именно поэтому ничего другого кроме Рязыка в игре не использую Потому что и там гранатометы всякие Крихуеметы есть Нет Это слишком сложно для меня Так один хп Ну ничего нормально Жить будем Жить будем Мне иногда кажется Что я себе больше дамагана Нажим чем Чем противники Так тихо Что у нас продать есть Ух как много денег Как много денег Клезеря продадем Продаем 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 Так и покупаем Силовые узлы А Аптечки Кому они нужно Найдеть сейчас Правда ведь Вон там Жопу почаше Нормально будет Пошли Тише Ой Надо было купить Аптечку Аптечки 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 Аминь Аминь Братан Я с тобой согласен О вот и он Сейчас полечимся Смотрите Смотрите Мы берем Штуку Вот как надо Лечиться В дедспейсе Так И пистолет Или нет Ну ладно Потом еще Скоро С качнем И хватит На сегодня Все хорошо Сейчас Слушай Я не помню Дружище Было ли вытащать По-моему Всегда Одной Хватает Что Просто Спасить Хотела А Серь Меня лучше Готовить Соли Или С печени Перцем Почему печень Я не знаю Откуда печень Взялась Видимо Потому что Я последние Четыре дня Ел печень С креветными С рожками Ужас Отвратительное Блюдо Но пока что Я на диете Высловный С бобами Я не люблю Бобы Вообще Ненавижу Бобы У меня мама В какой-то Период жизни Пыталась На бобы Ой Не на бобы А на фасоль На фасоль Посадить И я Господи Я ненавидел Это дерьмо Мне тошнило Буквально От него Это знаете Какая опасная Аномалия Вообще Тихо Она Испокойся Окей Вспомни Ганнибала Окей Это разве опасно Смотрите Смотри Женщина Смотри Опа Опасная аномалия Я сам себе Опасен Смотри Что лучше будет Почему Почему Дружище Почему Почему Вы Вечно Предлагаете Выбирать Что-то Одно Дружище Зачем Давайте Так Лучше Скажу Все Лучше Чем Dead Space 3 Окей Если Ты любишь Survival Horror Выбирай Обе Бери все И не отдавай Никому Как верно В чате Написали Играй Во все Хорошее Благо Этого Не так Уже Много Первый Dead Space Заебись Второй Заебись Мне даже Второй Больше Нравится За счет Окшона Потому что Ну Вы знаете Не так уж Тяжело Не так уж Легко Напугать Я бы сказал Поэтому Мне вторая часть Как-то больше Зашла За счет Окшонщика Плюс Там Это Женщина Очень Классно Пугает Иногда Плюс Там Офигительная Сцена Есть Когда Тебе В глаз Вилку Вставляют Иголку Вот Этим Вот Мне Как-то Больше Нравится Второй Dead Space А Evil Безин Он Ебанутый Просто Ебанутийший И это Прекрасно Бери Обе Дружище И Они Тем более Все Сидешего Стоит Как Достиск На Вещерин Квадат Спейс 3 Если Ты Про Про Кооператив Я Категорически Против Кооператива В Хорор Он Не Работает Я Вы Наверное Я там Видел Вопрос Я забыл О него Ответить Спрашивали Почему Мне Resident Evil 5 Не нравится Собственно Из-за него Это Обычный Боевик Кооперативный Одна Штука Больше Ничего В нем Интересного Нет А Resident Evil Я хотел Конечно Побольше Конечно После Resident Evil 6 Пятая часть Может показаться Маной Небесной Но Тем не Замена Питающей Цистерны Замена Питающей Цистерны Это Переатив Превращается В Это Правда Да Серьезно Есть Специальные Игры Типа Фазмофобии Которые Ну Они Смешные Они Реально Смешные Они Задумывались Такими Чтоб Можно Было Побъезжать С удовольствием Побояться С удовольствием Но Таких Игр Катастрофически Мало То есть Ну Серьезно На Одну Фазмофобию Скорее Все Придется Ну Ну Десяток Наверное Даже Название Игры Забыл Дивор По-моему Игра Называлась Там Где Паук За тобой Постоянно Бегал Или Как-то Так Она Называлась Так что Цените Вот эти Маленькие Игры Которые Выходят И Не Не Отказывайтесь От них Это Сейчас Про Гейминг Будет КТЕ В мой взгляд Это Хорошо Никак Это Стремить Планируешь Сейчас Дружище Мы посмотрим На Гигантский Космический Анус И это Будет Идеальным Завершением Сегодняшнего Стрима А сколько До него Добираться Будем Я уже Дружище Не знаю Стрим И так Пошел Попизде Когда Когда Овервоч Запустили Мы с Пацанами Так что Я уже Просто Развлекаюсь И Ищу Космический Анус Это Не Космический Анус Тихо Тихо Дай Дай Ракурс Неудачный Дай 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 Маму Так Тихо Спокойно Давай 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 Чтобы спать Было лучше И веселее Разумеется Он еще Когда умирает Космический Анус Он так Смешно Пердит Буду По-моему Понравится Анус Ковырять Ковырять Будем Сумеется Мы же Дегат Отряд Мы не можем Не ковырять Анус Надеюсь Вас Космический Анус Ребят Не разочарует Он Такой Большой И Такой Анус Стоп Куда-то Я не туда Пришел А вот Да Сюда Дети Детских Детей Отлично Где-то Еще Курильчик Должен быть Я Я его Даже По-моему Слышу Это Я Пердор Держу Где-то Здесь Курильчик Должен быть О, слышу Курильчик Курильчик Дети Дети Нападают Дети А где Дети Где Дети Что О, Господи Это Последний Айзек Слушай Курильчик Где-то тут можно клад попрыгнуть сразу на нижний уровень. Айзек, я читаю отчеты. У экипажа у всех начались массовые галлюцинации. А вот. И я видела своего брата на мониторе наблюдения. А это невозможно. Ну если не пролазишь. Опа. А, фу, 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 ребят, фу, фу, я нашел. Зона гравитации. Алфавит. Кто-то придумал алфавит некроморфов. То есть полностью можно перевести на английский язык. Классно. Вот это вот я понимаю внимание к деталям. Заберем стазис. И пойдем ковырять арус. Получается, что фиолет не смотрит. Почему? Не, у меня, не, у меня в принципе на пусту. Что, смотрите. Там, когда началось все это дело, я хотел ремонт сделать. В итоге обделаться только обоями, зараза. Так что, да, потолок у меня не очень. И шкаф мы хотели когда-то со зрителями мне поменять. Мы хотели туда садить людей на... На гречу, по-моему, или на горох, я не помню. Хорошее было время. У нас целая полочка, дружище, была под специальных людей. Которые занесли много денег и готовы были сесть в шкафу на горох. Ну, в смысле, на коленки. Под колени положить горох. Славное время было. Жалко оно ушло. На горох, на горох, говорят, да. Вот, так это мы вспомним. И для подвала. И для подвала, возможно, да. Подвал не помню, но, да, было, помню, что-то такое. Про подвал. Гречу с горохом. Ну, не, это самый зажиточный должен туда садиться были. На гречу с горохом. Это самый-самый. То там от 10 тысяч задонатил бы, да, условно. Там, разумеется, туда пошел... Наша стоматологиня пошла. Туда точно бы пошла. Тогда пошла бы мимо крокодил. Потому что это самый мой... И, разумеется, регулярный игрок. Регулярный игрок, там, мы бы еще что-нибудь ему добавили. И вот они бы туда сели. Слушайте, сейчас про гейминг будет, оцените. Да уж. Главное время. Сейчас мы еще это поднесем. Ну, почти. Почти. Почти получилось, чат. Лайка босс, да. У меня патроны кончились. У меня кончились патроны! Для плазмокатера только. Для плазмокатера кончились патроны. Сейчас мы это исправим. Не надо. Вот стелс у меня вообще идеальный. Я не знаю, что... Мне нравится мой стелс. Стец, на мой взгляд, идеальный. Где ты еще такой стелс увидишь? Итак, ребят. Мы добрались до космического. Алик, где ты? Помоги мне. Хе-хе. Так, давайте мы закупим патроновочков. Аптечек у нас, в принципе, достаточно. Нам продать. Так, продадем. Подать. Я сильный, я продам. Я справлюсь. Что-то я, кажется, лишку закупил. Нет. Возможно, и правда, лишку. Ладно, хэн с ним. Так. Продувка вентиляционной системы. Восстановление... Нормально. Я думаю, все будет нормально. Не, резак я не продам. Не, ребят, без резака я не буду походить в Деусекс. Резак это... Это лучшее, что есть в Деусекс. Ну, кроме вот этого... Ануса. Ну, Николь, к несчастью, дружище мертва. А плазмокатор всегда с тобой. Вот, смотри. Николь может разрезать некроморфа пополам? Не может. А плазмокатор может. Николь, ты можешь подержать у себя в руках? Не можешь, потому что она уже давно мертва. А плазмокатор, ты можешь подержать в своих руках? Можешь подержать в своих руках. Ну, шо? А. Фу ты, блин. Забыл, порядка, эту комнату просто. О, видите, как там ману покорезали? Мы сейчас его царапнули буквально. И так. Черт. Я не могу. Не можем перерыв, перерыв... Перерыв сделать. Пауза. 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 Делай нас едиными. Делай нас едиными, дружище. Ана, не спасибо тебе за 100 рублей. Мы с тобой едиными, дружище, будем скоро. А теперь смотри на анус. Блин. Гигантский, космический анус. Ой. Глисты, ну да. Как известно, в каждом анусе есть глисты. Космическом анусе, разумеется, не человеческом анусе. И поэтому, да. Но сначала надо избавиться от глистов, чтобы потом он открыл свое отверстие. И мы могли ранить его в отверстие. Блин. И мы должны вот ему геморрой убрать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Что-то звук поломался немножко Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Давай Давай Чуть-чуть осталось Давай 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 Скоро закончится Субтитры сделал DimaTorzok Ладно Ладно Я кода бочку потерял Бочка! Она взорвалась у меня под носом Все, геморрой у космического ануса Вылечен Вылечен Идея, как убраться с корабля Я обнаружил аварийный маяк на рудной платформе Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь Ну шо? Пойдемте Ну, нет, нет, на сегодня закончим Надо сегодня определенно закончить Сейчас Сейчас я сядю на вагонинку И завтра закончим, ребят Я все-таки хочу пройти Девус Секс Ой, Девус Секс, говорю Хочу пройти Дед Спейс Мне что-то очень нравится играть Я прям не могу Мы пройдем Дед Спейс Пособираемся дальше проходить Там, в принципе, это... Ну, нет, еще там Да, ничего сложного не осталось Не останется В общем, завтра еще увидимся Так Всякого говна Сколько всякого интересного Из-за носа бы выпадало, да, черт? Вроде все Больше ничего не вижу Ну, ладно Кстати, не Айник, я думаю, не чувствую, чем здесь пахнет Ну, и... Если и пахнуть это дерьмо должно чем-то То оно, скорее всего, гнилью пахнет Потому что это... Это анус из... Космический анус из мертвой плоти Поэтому... Ну, гниль Скорее всего, просто сладкая гниль Ну, сладковатый такой, знаете, запах гнили Я думаю, вы никогда не встречали его Мне кажется, вот так оно должно пахнуть А вот эти вот катышки Которые там с орешками Как вы в чате написали Ужас какой А, кстати, действительно, что это такое? Я не знаю, что это такое А во сколько? А давайте так же 6 начнем 6 прим из ката 6 прим из ката, все правильно Какой твой любимый Dark Souls Как я уже сказал, я не его выбираю Я играю во все А любимый босс на данный момент Маль... Гаэль, Гаэль, Гаэль Гаэль пусть будет Пусть будет Гаэль, да Нет Нет, я хочу, чтобы он... Нет, 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 нет На данный момент Мой любимый босс Это... Радагон Это... Я забыл, как... Деда звать, господи Который рейстлинг устраивает На катке... На катке... На арене Сейчас я вспомню Готфри Готфри его звать И еще очень нравится Лунная принцесса Ранни Вот, да, она мне тоже очень нравится Классный босс Королева Ранни Только, по-моему, Ее звать Вот так вот я выберу Лучших боссов на данный момент А еще в чате там спрашивали Говорил, что человек Пять лет с нами Он уже закончил учебу А мы все еще здесь Дружище Мы Когда-нибудь закончимся Это я тебе гарантирую Но пока мы здесь Будь с нами, пожалуйста Спасибо, что нас смотришь Эти пять лет От всего Дигарда отряда Я имею ввиду Сестра Фриды А, не, я к тому, что У меня выходит новая часть игры Новая часть Дарк Соулса Ой, господи Новая часть Новая игра От Хидатаки Миядзаки У меня там появляются Новые Новые любимые боссы Так-то, конечно, лучший босс Вот если взять топ Лучших боссов То да Это будет Гаэль Определенно Гаэль Гаэль Леди Мария из Бладборна Арториас из первого Дарк Соулса Фрида Из третьего Дарк Соулса Душа Пепла Из третьего Дарк Соулса Понтифик из третьего Дарк Соулса Рэйми Рэйми Пепеленый рыцарь Из второго Дарк Соулса Анус Ой, в смысле Манус Из первого Дарк Соулса Блять Я думаю, этого уже хватит На самом деле Итак Сейчас мы заходим в Багонетку И заканчиваем стрим А куда Африканец заделся Да, нам же сказали Что он куда-то исчез Да, точно Я забыл Я забыл про Секира Просто разумеется Дед Исин Дед Исин И бабочка Бабушка Бабушка, бабочка И демон ненависти Тоже классный И еще и Ну вы поняли Короче Мне не тяжело Выбрать одного Ребят Я всех люблю Играми Хидатаки Миядзаки Просто конфетища Солсы уже везде Ну да, да Я говорю Нет, я думаю Уже конец Ребят На самом деле Мне кажется Влон когда выйдет Это будет закат Это последняя Мне кажется Будет такая вот Высокобюджетная Солс-лайк игра Если честно Я сомневаюсь Что ремейк Ремейк Бладборна Скорее всего Все-таки будет Потому что там эти Господи Как они там Блюбокс По-моему Ее делает Делала ремейк Демон Солса Она говорила Что она что-то Начала делать И скорее всего Это ремейк Бладборна Так что Бладборн Скорее всего На PS5 Да будет какой-нибудь А вот Новая игра От Хидатаки Миядзаки В плане Солс-лайка Скорее всего Мы не скоро С вами увидим В отличие от стрима Который продолжится Ребят Завтра в 6 часов По московскому времени Огромное спасибо Что были сегодня Со мной на стриме Огромное спасибо Что сидели Двух часа по московскому Два часа по моему времени Двенадцать по московскому Увидимся с вами завтра Спасибо еще раз Донатике И за подписчики Мы станем с вами Едиными Завтра В 6 часов По московскому времени Всех люблю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok